Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Начнём с того, что в результате неправильного развития ценностей в обществе, то есть общество развивается в сторону увеличения желаний, удовлетворения желаний человека. Это означает, чем больше человек удовлетворяет свои желания, тем меньше у него развивается разум. Потому что разум развивается в паскетизме, в работе над собой, а не в упустительстве по отношению к себе. Вы понимаете, расслабленная жизнь, в которой часто мы живём в замкнутом пространстве, у них нет даже такого тесного близкого общения. То есть наши семьи сусузились. Раньше семья состояла из бабушек, дедушек, братьев, сестёр и так далее. Были большие семьи. У них строились развернутые отношения, и в этих отношениях формировался характер человека. Сейчас часто люди даже в одной семье живут в каждой своей комнате. И они иногда встречаются, чтобы погавкать друг на друга и разбежаться по конурам назад. Ну то есть фактически это всё не способствует правильному пониманию, как жить. То есть с детства у людей развивается ум. То есть они учатся физике, химии, математике. Но нет предметов, связанных с воспитанием хорошего характера, изучением, что такое женщина, кто такой мужчина. То есть кто такая женщина, кто такой мужчина и так далее. То есть у нас нет таких тем в воспитании совершенно. То есть девочки учатся по той же программе, что и мальчики. Девочка должна с детства понимать, что она соткана из энергии любви. Она должна учиться общаться. Она должна учиться отношения строить. Она должна учиться быть женщиной во всех отношениях. Но девочки учатся в основном математике, физике, английскому языку, химии, биологии. Всё это означает внешняя деятельность по отношению к семье. Это не означает деятельность внутри семьи. Понимаете, основная обязанность женщины в жизни – это семья. Поэтому в этой связи женщинам очень трудно потом переключиться. Они сначала закончили школу, потом пошли в институт, там ещё больше изучили, что такое внешняя деятельность. Потом надо стать матерью и стать женой. Это же непросто взять 20 лет, получить образование одно, а потом начать жить совсем другой жизнью. Это реально очень непросто. Соответственно, раз женщины учились не тому, чему надо, значит, мужчины будут неухоженными. И в семье и семейные отношения не будут развиваться как надо. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали заключается в том, что мы живём не одну жизнь. И если у человека в этой жизни он не развил правильные отношения в семье, допустим, мужчина не выполнял свои мужские обязанности, так как он жил с женщиной, думал о жене, то есть о чём человек думает, в такую природу он попадает в следующей жизни, веды говорят. В следующей жизни он рождается женщиной. Какой женщиной? С неотработанной мужской кармой. Это значит, что у женщины, по идее, вместо гневливости должна быть обидчивость. Для женщины благоприятно быть не гневливой, а обидчивой. Это одна и та же черта характера. Обидчивость и гневливость просто разными полюсами. Но женщина с неотработанной мужской кармой как себя ведёт? Она обижается или гневается? Гневается. В результате этого она создаёт ситуацию, в которой ей очень трудно жить с мужчиной, потому что мужчина на гнев воспринимает как боевые действия, то есть ему надо сражаться. Если жена гневается, значит, надо воевать с ней, бить её, гонять по квартире и так далее. Она не понимает, в чём дело, почему так мучают её. Потому что обычно, если женщина платишь, что уже мужчина делает в это время? Ну, женщина заплакала. Что он делает? Боже, кому не так. Не факт. Если она плачет печально, по-женски, смиренно так. То есть он подходит, начнёт успокаивать, потому что она ведёт себя по-женски, он будет вести себя по-мужски. Если она плачет по-другому, на него такая... То есть тогда, конечно, он бежит, куда ему деваться останется. То есть, понимаете, то есть... Ну, а женщина же не может заставить себя плакать как-то по-другому. Она плачет как может. Поэтому, соответственно, результат такой же получается. То есть, как человек с какой кармой пришёл в жизнь, так он и будет плакать, так он будет смеяться и так далее. Вот в этом заключается особенность. Что мужчина перенимает женские качества. Вместо того, чтобы мужчине сжать кулаки, как бы идти в бой, он такой сидит и куксится. Вот и так далее. То есть, это всё окладывает свои отпечатки на особенности в наше время. Если мужчина недоразвился как личность, какую он женщину берёт замуж? Да, которая имеет хорошую работу, квартиру, машину. То есть, такая женщина развитая, сильно такая крепкая уже, такая на себя полагается. Она может сильного, крепкого мужа, за такого мужчину, такого, тоже развитого, выйти замуж или нет? Нет, ей тяжело подчиняться. Она уже как бы руководительница. Как она может подчинять? Она уже властелин своей судьбы. Если взять, допустим, ведическую семью, то мы можем видеть, что женщина на 7 лет, на 6, 7, 8 лет младше мужа, она ещё не видела жизни, он такой уже серьёзный человек, она на него рассчитывает в жизни, надеется. И она как бы ведёт себя по-женски естественным образом. То есть, она естественным образом видит, что человек развитый, серьёзный. И она с ним смотрит ему в рот, как бы. Ну, естественно, происходит нормальное отношение. Второй вариант. Женщина развилась уже как самостоятельный человек. И ей теперь надо улыбаться мужу и кибать его там, и глазки строить. Как она может, если как бы она уже развитый человек? Что ей, он ей говорит, как надо жить? Она сама знает, как ей надо жить. Она уже пожилала. Какого она себе найдёт мужа, который сам ей будет в рот смотреть? У него нет ещё работы. Он нашёл себе хороший, понимаете, хороший вариант для молодого человека, который целый день, всю свою жизнь провёл так, что он ещё от маминой сиськи не оторвался. Ему уже 25 лет. Он всё ещё сиську сосёт мамину. И надо же с одной сиськи на другую переключаться. То есть, с маминой на жену. То есть, какие варианты у него ещё есть? Он не работает ещё нигде. Ему надо как-то жить. А сексом заниматься уже хочется. Что делать? Надо найти себе жену постарше, которая имеет работу, там, какой-то успех в жизни. И так как она видит, что он очень с ней так ласково себя ведёт, она как бы снисходительна к нему, она заботится о нём, ухаживает. И у них создаются такие перевёрнутые отношения. Жизнь идёт. Он развивается, становится мужчиной. То есть, сейчас мужчины запаздывают. Часто они становятся развитыми в 35 годах. Он становится мужчиной, а она на 10 лет его старше. Ей уже 45. Ему 35. 35 лет для мужчины это что такое? Это нормальный, зрелый возраст, когда ему хочется смотреть на молодых девочек. 45 лет для женщины что значит? Это значит, что она должна быть уже бабушкой. Она должна иметь детей, внуков, и она должна в семье быть защищена родственниками. Это не возраст, в котором первое венчание, первое свидание. Понимаете? То есть, это для женщины возраст серьёзный, в котором она должна уже полностью семьёй быть защищена. То есть, у неё должны быть дети, внуки. Все её должны любить. Она должна в этой атмосфере вариться. 45 лет, по идее. Я не говорю, как у нас сейчас происходит. Я говорю, как должно быть. 35 лет мужчине реально хочется смотреть на молодых девушек, потому что они на него реально смотрят. Мужчина если развился, девушкам очень нравятся развитые молодые люди, и они начинают глазеть. Естественным образом. В результате он бросает жену, уходят от неё и находят себе молодую девушку. Понимаете? Классика жанра современной жизни. Печальная классика жанра. Особенности заключаются в том, современное, ну не факт, что всякие семьи могут сохраниться. То есть, младший муж, старший муж. Не имеет значения. Как поженились, так надо жить. Надо сражаться за свою семью. Я знаю семьи, в которых жена старшая, и всё нормально. Но кризис неизбежен. Потому что мужчина должен стать мужчиной, перестать быть мальчиком. А это значит, что женщине придётся стать женщиной. То есть, если она из мамы в жену не превратится, то он всё равно не будет с ней жить. Потому что его уже не устраивает прежние отношения. Он уже не мальчик, он уже мужчина. Ему нужно, чтобы женщина ему подчинялась. И даже ей 45 придётся подчиняться молодому парню. Ничего не сделаешь. Иначе он бросит просто, и всё. Понимаете? То есть, ситуация жизни такова, что всё равно кризис в такой семье неизбежен. Поэтому и советуется, лучше молодым людям сначала становиться зрелыми, а потом уже жениться. А не наоборот. Потому что, когда мужчина женится, он не может зреть вместе с женщиной. Так быстро, как он, когда зреет один. Потому что отношения, психика мужчины застывает в тех отношениях, которые у него созданы. Ну, допустим, у него женщина старше его, он женится, и дальше она как мать себя ведёт, и у него психика застывает в этом положении. Потому что войны нет. Нет кризиса, незачем развиваться. Понимаете? То есть, он начинает жить за её счёт. Ему трудно устроиться на работу, там, и начинается вот эта песня, которую женщина знает, что бывает. К этому веды и советуют, что женщине важнее развиваться, как женщина. Не значит, что она не должна иметь высшего образования, и так далее. Но надо ставить реально это на второе место. У нас как-то в Москве была передача, в которой две были стороны. С одной стороны, одна сторона считала, что молодым людям сначала лучше жениться, а потом получать образование. С другой стороны, считалось, что молодым людям сначала лучше образование получать, а потом жениться. Я как бы взял сторону, что сначала образование получать, а потом жениться, но в душе я знал, что женщинам лучше сначала жениться, а потом, когда есть возможность, получать образование. А мужчинам лучше сначала получать образование, а потом жениться. Но я не смог ведущим на телевидении объяснить свою концепцию. Они не поняли, говорят, выбирай или это, или это, все. У нас нет других вариантов, я выбрал сначала образование, а потом жениться. И там была одна женщина, она занимает высокое положение в обществе в России, то есть она при правительстве. И она объясняла свою жизнь, что она на самом деле сначала вышла замуж, потом, родив ребенка, поступила в институт, и потом ей все-таки захотелось как общественный деятель развиваться, несмотря на то, что у нее несколько детей и муж, просто у нее такая природа. Но она всегда на первое место ставила семью, и она сказала такую закономерность, это и вывод ее, итог ее жизни. Она говорит, если женщина в личной жизни не реализовалась, не может она стать нормальным в работе, не может она, потому что она начинает в работу вкладывать свою личную жизнь. Она не реализовалась личной жизнью, у нее нет там счастья и гармонии в семье, она начинает из работы семью создавать, а это означает слезы и сопли. Она пытается близкие отношения там на работе устанавливать, а там деловые отношения должны быть. В результате она на всех обижается, там истерики начинаются и так далее. А если начальник пригубил, немножко ее приласкал, все, он и для нее вместо мужа. И у него, у начальника в результате рушится семья. Понимаете, то есть много проблем у женщин, которые развиваются неправильно. Также много проблем у мужчин, которые развиваются неправильно. И это особенность отношений в наше время. В наше время как минимум 50% людей, как личности, развиты неправильно. В этом заключается особенность. И поэтому, если мы, допустим, решили создать семью, надо уже знать, что женщина, скорее всего, хоть она и делает вид, но не любит готовить, или не умеет готовить, или не хочет готовить, или не будет стирать, или что-то не то у ней по-женски будет. Надо просто сразу, заранее принять этот факт. Что мужчина, скорее всего, не склонен развиваться как мужчина, как личность. Два качества развития у мужчины как личности. Первое. На первом месте стоит самосовершенствование у мужчины. На втором – развитие общественное. Большинство мужчин сейчас общественное развитие ставит выше самосовершенствования. В результате они развиваются как большие правительственные чиновники, но при этом нравственный аспект у них на нуле. То есть они начинают создавать корпоративные вечеринки, на которых заводят себе проституток, в банях с проститутками в обнимку подписывают договора. Я не придумал это. Я не знаю, как у вас здесь, но у меня в России есть много друзей, знакомых людей, которые занимают достаточно высокое общественное положение. Они рассказывают, что там за жизнь. Что реально, если ты не варишься в этой каше, ты не можешь даже нормальный договор подключить, подписать. Тебе надо реально быть таким. Иметь проституток у себя под боком и все прочее. И как бы жить вот такой жизнью. При этом у тебя есть жена, которая делает вид, что ничего этого не знает. Счастливая семейная жизнь. Но от семейной жизни начинается общество. То есть если лидеры общества не имеют правильных отношений в семье, как они могут передавать себя, свою личность своим подчиненным? Как в них будут верить? Как может развиваться социальное устройство общества, если даже лидеры не могут вести себя правильно в личной жизни? Это большая проблема. Потому что лидер — это тот человек, на которого все смотрят. Молодые же люди должны на кого-то верить, на кого-то опираться. Это большая проблема. Таким образом, современное общество поражено неправильным развитием личности, начиная снизу, заканчивая верхом, и из-за этого правильных отношений в семье нет. Но это не значит, что все совсем плохо. Это значит только одно, что не надо рассчитывать на слишком хорошую жизнь. Ты встретился с близким человеком, хочешь создать семью. Надо знать, что будет много работы. Надо много страдать, терпеть. Если раньше, допустим, измены были исключены в личной жизни, это был просто нонсенс в ведическом обществе. Сейчас надо воспринимать это, как просто заболел человек близкий. У него заболел разум. И если человек заболел, его надо лечить, понимаете. Заболел чем? У него протек краник. Ну что делать? Будем, значит, лечить. Будем ремонтировать краник. Ну а что делать? Ну поймите, такая ситуация у общества. Понимаете, если бы общество все было очень стойко в плане измен, если бы философия общества была другой, тогда можно было, допустим, жить как-то по-другому. Наша ситуация жизни такова. Мы видим порнуху в интернете. Мы видим эротические фильмы по телевизору. Мы, психологи, нам говорят, у вас половые расстройства, вам надо сменить партнера. Какого партнера? Мы же не макаки. У человека есть жена. При чем тут партнер? Мы надо реально понимать, что мы не макаки. Но психологи сейчас современные понимают, что мы не макаки. Не все, но многие. Мы говорят, вы измените партнера тайком. Еще что-то не было. Ну тогда этому психологу надо сказать. А если ваша жена сменит партнера? Потихоньку. Что тогда будет у вас? Вам на моей... Не надо жене сменять партнеру. У меня это нормально, все. Сразу милые отмазки начнутся. Понимаете? То есть это означает незрелость людей. Люди незрелые. Они не понимают, что такое семья. Не понимают последствий от разрушения семьи. Не понимают, что такое секс. Мы даже не понимаем, что такое секс. Я ненавна по радио услышал анекдот такой смешной. Секс это еще не повод для знакомства. Оказывается, это не анекдот. Это жизнь. Так вот, идея заключается в том, что секс на самом деле в ведах описывается, что такое секс. Когда два человека начинают заниматься половыми отношениями, когда начинаются половые отношения, то между ними в сердце завязывается такой тугой узел кармы. То есть связь между ними становится настолько сильной, привязанность, что люди уже не могут друг без друга. Понимаете? То есть реально карма завязывается так сильно, особенно если секс понравился. Карма завязывается так сильно, что очень трудно друг без друга находиться даже минуту. Представьте, человек разлепся где-то там, съездил на курорт. Он приезжает домой, жена чувствует что-то не то в отношениях. Он какой-то холодный стал, как лед. И дети тоже его не сильно интересуют. Это результат курорта. Человек не знал, когда он ложился в постель, что это не в домино поиграть. Понимаете? Это реальные изменения потом в его судьбе произойдут, и он уже назад в сердце жене не сможет вернуть, потому что сердце человека ему не принадлежит. Оно принадлежит его поступкам. Если человек совершает неправильные поступки, сердце его будет реагировать на всех остальных уже по-другому. Если ты друга предал, ты с ним уже не сможешь отношения нормальные строить, потому что сердце тебе не позволит. Если ты жену предал, ты не сможешь ее любить, как раньше. В этом проблема? Попробуйте сейчас это объяснить людям. Невозможно. Невозможно. И не надо пытаться. Потому что в обществе произошли определенные изменения. И в этой ситуации мы должны выживать. Это означает начать с себя. Вот мы попали в ситуацию, муж не понимает, что нельзя изменять. Объяснить ему это невозможно. Надо пользоваться другой формулой. Я растоплю кусочек льда сердцем своим горячим. Понимаете? То есть надо реально растапливать кусочек льда в жизни близкого человека своим правильным поведением. Это только один путь сохранения и укрепления и углубления отношений в наше время. В этом особенность заключается. И особенность также заключается в том, что люди не понимают, что такое карма. Они не понимают, что такое астрология, что такое карма. Это большая проблема. Вот у вас, допустим, на втором ряду, женщина у вас, да, у вас сейчас тяжелый период личной жизни. У вас карма действует так, что вам тяжело. Вы знаете об этом? Нет? А оно есть уже, оно начинает действовать. Но действует на том, что трудно разговаривать стало с близкими людьми и так далее. Это будет усиливаться. Карма — это такая штука, что она начинает действовать, и люди не понимают, что происходит. Они думают, что мой близкий человек не хочет со мной жить. Им так кажется, что это его проблема. Но на самом деле это проблема судьбы. Приходит время, и у человека сердце становится холодным. Он не может любить, как раньше, у него нет силы на это. Карма забирает силу, понимаете? И близкие люди думают, ну как можно с ним жить? Берет и уходит. Она не понимает, что это результат, и они судьбы. Но раньше люди так не делали. Они сначала изучали гороскоп близкого человека свой. Они пытались понять, что происходит. И острова говорит, у вашего близкого человека сейчас поражена Луна. Это значит, что он не сможет строить близкие отношения в течение полутора лет. А потом все вернется назад, как надо. Все будет хорошо. Человек терпит полтора года, ждет. Это же аскеза. Но надо знать, за что бороться-то. Вот в чем проблема, а мы не знаем. Нам кажется, что так всю жизнь будет. Люди уже не верят, что может что-то поменяться. В этом заключается особенность отношений. Люди не знают, что происходит. Бывает такое в гороскопе, что человек так тянет на сторону, что он ничего не может с тобой сделать. У него крыша едет просто, и все. Но потом это проходит, и он раскаивается. Понимаете? Не надо быть идеалистами. Мы живем в такой ситуации, что очень трудно сохранить нормальное понимание вещей, нормальную семью. Нормальное состояние психическое очень трудно сохранить. Хотя бы по той причине, что спиртное стало нормальным образом жизни. А вы знаете, что спиртное, оно снижает силу разума. Человеку, который регулярно выпивает, очень трудно брать на себя ответственность в семейной жизни. Очень трудно понять, что такое совесть. Очень трудно понять, что есть близкие люди. Понимаете? То есть у него эти понятия постепенно начинают снижаться. В результате употребления спиртного. Как говорят, алкоголь вреден для вашего здоровья. Да не для здоровья он вреден. Я не видел, чтобы алкоголь был сильно вреден для здоровья. Наоборот, человек выпивает, вирусы все погибают в крови. Вот. Организм активизируется, кровообращение увеличивается. Все классно становится. Здоровье хоть куда. У меня сосед с девятого этажа свалился. Мне было 15 лет. На снег упал. В глубоком состоянии глубокого опьянения. Встал и пошел. Продавил снег. Вот такой вот слой продавил. Я сам видел лично, как прям вмятина. Он встал, прямо сознание даже не потерял. Пошел назад домой. Женой поругался, подрался, выпрыгнул из окна и пошел домой назад. На пятом этаже человек живет. Вот вам и здоровья нет. Нормальное здоровье у них там, хоть отбавляй. А вот мозгов нет. Вот это факт. Разум теряет человека конкретно от того, что он пьет. И люди этого не знают. Они думают, ну чуть-чуть выпили, нормально. А это не нормально. Это разрушает отношения в конце концов. И многие это знают, видят по своей жизни. Много чего мы не знаем, много чего не понимаем. В результате вот такая жизнь. Первое, что человек должен понять, что он должен изучать, что такое понять, что такое знание. Знание это не то, что преподается в школе или в институте. Знание принадлежит святости. Только святые люди знают, что такое знание. Поэтому святость должна руководить миром. Те люди, которые живут аскетичной жизнью в монастырях, которые совершают аскезы, работают над собой, они должны говорить людям, как надо жить, а не все остальные. Вот мне в этой связи нравится фильм «Остров». Помните, женщина пришла к нему и говорит, я хочу аборт сделать, я одна. И он ей сказал ее судьбу. Он ей сказал, ты знаешь, что у тебя в жизни-то больше ведь никого не будет. И так хоть ребенок у тебя будет с тобой. Если ты сейчас сделаешь аборт, ты вообще одна останешься. Понимаете, он открыл ей глаза. И она это потом почувствовала и пошла назад. И все, она не сделала аборт. Понимаете, святой человек знает судьбу, и поэтому он может сказать правду. Но правда всегда такая, даже если женщина, ни одна одна не останется, аборт это все равно, это смертельная опасность для нее. Потому что я могу видеть, что после аборта создается определенное пространство в матке, которое потом копит отрицательную энергию. Это ведь место после аборта, которое аборт женщина совершила, это место, оно на самом деле ей не принадлежит. Это место принадлежит плоду, которого она убила. И это место становится проклятым, и там развивается отрицательная энергия, которая потом превращается сначала в фибромиому, а потом в злокачественную опухоль. Не всегда так бывает. Женщина может раскаяться, конечно, и долго раскаиваясь, она очищает себя от греха, но не раскаившись, нет никакой надежды, что она избежит вот этой участи, получить в матке проблему серьезную. Вы знаете об этом, нет? Нет. А аборт делаем вот так. Понимаете, раньше женщины не делали абортов, они все это знали, потому что они общались с мудрыми людьми. Сейчас мы общаемся только с врачами, которые говорят, ну сделай какие проблемы, давайте выскребу все. Ну то есть нет понимания просто, и все. Все зависит от того, кто пошел. Если мужчина говорит, иди делай аборт, я с тобой жить не буду, если ты сделаешь. Что ей остается делать? Она идет, делает, он за это будет отвечать. А выкидыш? Ну выкидыш, это результат плохой кармы. Если женщина очень агрессивна по природе, она обидчива, она постоянно со всеми ругается, спорит. То есть эта матка находится под влиянием Марса. То есть и женщина вообще беременна, когда она свиренное состояние в жизни принимает. Если женщина не может быть смиренной, то у нее матка очень напряженно себя ведет. И даже токсикоз беременности означает несовместимость характера ребенка и матери. В результате возникают токсины, то есть идет борьба в организме. Почему несовместимость? Потому что женщина должна учиться принимать. Она сначала принимает мужа в свою жизнь, привыкает к нему. Так как она привыкла к мужу, ей легко потом привыкнуть к другому существу, которое уже находится у ней внутри. То есть женщина должна учиться адаптироваться. Это женская природа. Надо уже хотя бы к 20 годам понять, что ты не в мужском теле родилась. Хотя бы к 20 годам понять. Что потом рожать придется. Начинается токсикоз, потом выкидыш. Не держит организм внутри плод. Сопротивляется. Поэтому выкидыш идет. Несмирение женское дает такой результат. Видите, как все непросто оказывается. Но мы жизнь очень сильно упростили. Простили. Сексом хочется побольше заниматься. Пьем гормоны с юности. Результат такой. Очень простой результат. По статистике, примерно 50% что женщина, которая гормональные лекарства пьет, останется бесплодной. Это хороший спорт лото. То же самое с курением. Женщина курить начинает, это реально действует сразу на придатки. И угнетает гормональные функции у женщины сигареты. Кто знает об этом? Никто не знает. Мы не осведомлены. Мы много в жизни делаем, не зная, что происходит. Но это реально результат нашего невежества. Мы думаем, мы очень образованы в этом мире. На самом деле, наше образование гораздо ниже тех людей, которые основывались на священных писаниях своей жизни. Почему? Потому что им не надо было все это теоретически слишком много объяснять. Им просто говорили, так нельзя делать. И они знали, что это правда, потому что это идет от авторитетного источника. Так говорит святой человек. Она просто, человек принимает на веру все. И так он спасает свою судьбу. Понимаете? Но у нас нет святости в нашей жизни совсем. Кому верить? На что полагаться в своей жизни? Поэтому жизнь идет по этому распущенному пути. Что хочу, то и делаю. И результат такой несчастный и печальный в результате. Давайте сейчас поговорим на очень серьезную тему, которая на самом деле непростая, потому что это уже тема, результат того, что вы как-то углубились в эту тематику. Потому что вопрос верности и уважения в семье, это тема такая сложная для понимания. Но так как мы ее запланировали, поэтому придется об этом все равно говорить. В современном обществе представление верности означает, что просто я ни с кем не занимаюсь сексом, кроме своей жены. Уважение означает примерно то же самое, что ведут. Что я почтительно отношусь к человеку. Но даже вопрос уважения, понимаете, есть уважение сердцем, есть уважение поведением. Ну, допустим, вы пошли на работу, и там есть начальник. Кто из вас своего начальника сердцем уважает? Вот действительно просто хочется уважать. Видите, процентов 10, может 5. А кто из вас просто своего начальника уважает? Потому что надо уважать. Остальные все воздержались. Принято единогласно. Ну, хорошо. Значит, большинство людей уважают просто чисто формально. Почему? Потому что уважение все равно в жизни нужно. Как вы думаете, формально уважать надо или нет? Надо. Потому что веды объясняют, что если человек сначала хотя бы формально что-то делает, потом есть шанс, что это перейдет на сердце. Понимаете, формальное уважение — это аскеза. Благостная аскеза. То есть ты просто правильно ведешь себя в обществе, результат тоже правильный. Ты формально уважаешь, человек начинает к тебе хорошо относиться. Также надо вести себя в семье. Люди встретились вместе, начали жить с другом. Надо очень четко понимать, как уважать мужчину, и четко понимать, как уважать женщину. Итак, вопрос к женщинам. Так как они более активные в сознании, быстро как бы ориентируются в обстановке, к этому вопрос к женщинам. Что является самым главным в уважении к мужчине? Реально, что нужно делать, чтобы хотя бы формально его уважать? Ну, не спорить, можно вот так. Еще какие ответы? Улыбаться — это хорошо. Вы все правильно говорите, но уважение начинается не с этого. Знаете, почему вы не можете мне правильно ответить? Потому что это страшно — ответить правильно. Я сейчас вам скажу правильный ответ. Уважение к мужчине означает уважать его мнение. Хоть вы улыбаетесь, хоть вы не улыбаетесь, хоть кивайте, хоть не кивайте, но если вы не уважаете его мнение, значит, вы не уважаете мужчину. Все. Ну, ладно, мужчина будет сложнее, я уже готов к этому. Скажите, пожалуйста, в чем заключается уважение к женщине? Что прежде всего надо уважать женщине? Да, видите, мужчин сразу ответили. Ее эмоции. Ее эмоции. Уважение к женщине означает принять ее с ее эмоциями. То есть, очень ее настроение ценить и уважать. Женщине главное, чтобы ее настроение было принято. Ее эмоции, ее психическое состояние, как бы. Мужчин должен войти в гармонию с женщиной, должен принять ее эмоции как то, что должно быть в его жизни. То есть, это нормально, это хорошо, что у меня такая жена, вот у нее такие эмоции. Сегодня она плачет, завтра смеется, послезавтра ругается, ничего страшного, у меня такая жена, все. Самый лучший вариант для меня. Такие эмоции. Мой муж, который постоянно что-то хочет, у него какие-то идеи в голове. То есть, он как бы читает себя Наполеоном. Да, это мой муж, это хорошо. Я считаю, это очень хорошо, что у меня такой муж. Я принимаю его позицию жизненную, его мнение принимаю в жизни. Очень большая аскеза, как для женщин, так для мужчин. Без уважения личной жизни не существует, невозможно. Люди не могут приблизиться друг к другу без уважения. Уважение – огромный аскеза. Надо реально, вот мой опыт показывает, надо год где-то к человеку привыкать, чтобы женщине принять мнение мужа, а мужчине – ее эмоции жены. Где-то год надо привыкать, чтобы спокойно это принимать. Столько сил надо потратить, целый год мучиться, чтобы легко тебе было вот так себя вести с близким человеком, понимая, а может быть и не год, может даже побольше кому-то. Поднимите руку женщины, которые спокойно не реагируют, спокойно относятся к тому, что мужчина делает какие-то утверждения каждый день. Спокойно относятся, без проблем. Три женщины, четыре. Видите, как тяжело. Поднимите руки мужчины, которые спокойно относятся к эмоциям жены, без проблем, чтобы не вытворял. Опять две-три руки. Ну вот уважение, значит, есть в семье, у шести семей. Здесь сзади. Статистика не очень удовлетворительна. А без уважения невозможно жить. Первый этап отношений. Что дает уважение в семье? Уважение дает спокойствие. Когда мужчина уважает эмоции женщины, женщина мнение мужа уважает, то в этом случае в семье наступает штиль. Выяснять нечего. Потому что мужчина в основном ругается из-за того, что женщина проявляет неправильное настроение, а женщина ругается в основном из-за того, что мужчина хочет чего-то не того. Все. Когда ругаться некому, наступает штиль. Первый этап развития отношений. В семье. Спокойствие. Домой хочется ехать. Это тест. Если ты чувствуешь, что дома отдыхаешь, хочешь домой поехать, потому что там отдых, значит, первый этап отношений есть. Значит, любовь в семье началась. Не влюбленность, не сексуальность, не влечение, а любовь. Любовь – это совсем другое. Это аскеза. Бескорыстное желание жить для человека означает трудиться в своей психике не для себя, а для него. Когда есть уважение в семье, тогда детям становится уютно очень в этой семье. Не успокаиваются, перестают капризничать, перестают болеть простудами, перестают мучиться с пищеварением и так далее. То есть у них начинает психика работать очень нормально. Такова жертва человека в своей семье. Он, то есть, начинает уважать близкого человека и сразу наступает штиль, спокойствие. Дальше, какие признаки уважения. Как только уважение в семье появляется, сразу в семье появляется больше друзей. В семье начинают притягиваться хорошие люди. Не друзья с убитых семей, где как бы все мучаются и на страданиях создаются отношения. Они любят друг друга, потому что страдают одинаково. Появляются друзья со стабильными семьями, с хорошими, в которых есть сила правильно относиться друг к другу. А это значит, что эти люди также в обществе устойчивы. Вложение в семье создает возможность найти себе хорошую работу в результате. Потому что это признак социальной образованности. То есть, если человек занимает высокое положение достаточно в обществе, то прежде всего это выражается в том, что он может адекватно себя вести в семейной жизни. Ну представьте такую картину. Человек себя ведет очень адекватно на работе и при этом абсолютно неадекватно в семье. Такое бывает, нет? Ну это нонсенс. Маловероятно. В основном бывает. Ну как результат просто привычки. Человек просто обучается правильно себя вести на работе. Он не от сердца правильно себя ведет. Он просто сдерживает себя. На самом деле, адекватность человека можно видеть по личным отношениям. Если он развит в личных отношениях, он с женой себя везет очень порядочно, ведет себя очень культурно. То есть, в личной жизни видно, что у него очень правильное, оформленное отношение с детьми, с женой, с остальными родственниками. На такого человека можно полагаться в жизни. Ведь так ведь? Ну то есть, он видно, что этот человек зрелый, развитый, он не как ребенок. Характер нордический, стойкий, порочных связей не имеет. Понимаете? То есть, даже вот эти вот все там какие-то партийные там дела, тоже они соображают головой, на что смотреть-то? Как себя человек ведет в семье? Такой он и лидер. Понимаете? Это очень важно. Сейчас мы утратили эту функцию, это понимание. Результат тоже печальный в результате. Человек занимает большое положение, высокое положение в обществе, начинает всех мучить на работе. И никто ничего не может сделать, потому что он уже видел. У него связи, у него влияние, у него деньги и все прочее. Что делать? Тю-тю, поезд ушел. Все придется, всем придется страдать. Почему? Потому что неправильно относились к выбору этого человека. Нет опыта, нет понимания, что является первичным, что вторичным в этих вопросах. Вложение в семье развивает личность. Понимаете, разум может развиваться только когда человек находится в спокойной обстановке. Вот, допустим, человека бросили, его бросили. Он может замуж выйти или жениться после этого или нет? Может. Вопрос, когда? Для этого ему надо сначала успокоиться. Понимаете? А на это пройдет очень много времени. То есть он должен пережить, то есть он должен свои отношения на расстоянии с человеком теперь установить в правильном ключе. Он должен раскаиваться, молиться и сделать так, чтобы сердце его стало спокойным по отношению к тому человеку, с которым расставание произошло. Очень важно, чтобы сердце было спокойно для того, чтобы разум заработал правильно. Разум работает правильно, человек в жизни может принимать правильные решения. Он может работать над собой, развиваться как личность и так далее. Очень много чего может произойти благодаря тому, что у человека в сердце спокойно. Но у человека не может в сердце быть спокойно, если в семье уважения нет. Как вы себе представляете спокойствие в сердце, что у человека на сердце все спокойно? И при этом нет уважения в отношениях к самым близким человеком. Как это возможно? Ни никаких вариантов. Все равно сердце будет будоражить то, что тебя не уважает близкий человек, и ты его не уважаешь. Это будет откладывать отпечаток на личность. Разум функционирует спокойно и нормально, только когда есть уважение. Поэтому веды объясняют, если ты хочешь развиваться как личность, найди себе старшего, которого ты реально уважаешь. Уважение должно быть сердечным, понимаете? Уважение тоже развивается. Семье надо хотя бы пытаться уважать. Вот то, что я вам сказал, не реагировать на эмоции там жены, или, допустим, не реагировать на его мнение мужа, это только первый этап уважения, это еще не уважение. Уважение означает, что женщина реально считает, что муж имеет полное право так себя вести. То есть она к нему относится очень положительно, потому что знает, что такое поведение его, оно просто необходимо для мужчины, иначе он не будет развиваться. Точно так же мужчина очень глубоко признает эмоции женщины, потому что она понимает, что женщина это существо любящее, она соткана из любви, любви без эмоций не бывает. Поэтому эмоции важны, и поэтому он принимает эмоции жены, он ценит их. Но для того, чтобы такого сознания прикинуть, надо реально жить с друг другом, и понимать друг друга достаточно долго, углубиться в отношения надо серьезно, чтобы это все понимать и принимать. Точно так же в производственных отношениях. Принять старшего руководителя сердцем своим и стать преданным, верным человеком, который в огонь и воду пойдет за тобой, это непросто. Не на деньгах основывать отношения, это самые хрупкие отношения на деньгах. Люди все смотрят к тебе в рот. Но есть карма также у предприятия. Наступает плохой период у предприятия. Что происходит? Самые ценные сотрудники и разбежались. Почему? Потому что ты не можешь оплатить столько, сколько раньше. Зарплаты ведь сначала снижаются у тех, кто получает достаточно много. Так можно легко средства какие-то взять. Но в результате этих сотрудников и нет. Тютю работать не с кем. Ценных сотрудников нет, фирма разваливается. Почему убежали? Потому что у них нет сердечного уважения. Они живы только на деньгах. Как собака. Хоть бросаешь, живет. Не бросаешь, убежала. Это не человеческие отношения. Ни фирма, ни армия не может держаться просто на деньгах. Дарий тоже пытался победить Александра Македонского, имея платную армию. У него армия в 10 раз была больше, чем Македонского. У Македонского была не платная армия. Его солдаты готовы были за него отдать свою жизнь. Любой момент. Потому что он был таким великим воином, почти святым. То, что там в Голливуде показали про него, как он там... Вот там, какого-то гомосапсуалиста взяли там, сняли. Я читал летописи, что Александр Македонский спал на земле своим воином. Никогда не брал награбленное. Если кто-то пытался брать, он его отправлял. Не позволял своей армии иметь таких людей. Он был очень божественным человеком. Молился всю ночь перед сражением каждый раз. Понимаете? Нам очень трудно оценить историю из-за того, что мы сами немножко того уже стали. Поэтому мы так ее оцениваем. Ура! Вот. Результат. В семейной жизни точно так же. Надо видеть примеры. У меня есть примеры очень глубоких отношений в семье. Очень глубоких отношений в жизни святых людей. Святой человек не только монах может быть, и семейный. И жена его может быть святой. Понимаете? У меня есть примеры таких отношений. И я знаю, как это выглядит все. И что такое семейная жизнь, и поэтому понятно. На самом деле нельзя быть очень грешным человеком и одновременно счастливым в личной жизни. Потому что личная жизнь это всегда аскеза. Проблема заключается в том, что то, что нравится мужчине, что бы ни нравилось мужчине от женщины, для женщины это всегда аскеза. Ему нравится, чтобы она головой вот так кивала. Для женщины ужасная аскеза. Соглашаться с мужем. Почему? Потому что женщина, она очень чувствительна и внимательна по природе. Женщина все замечает. А прежде всего в близких людях. Конечно же в себе она мало что замечает. Но в близком человеке она очень много что видит. И как ей головой ему кивать, если она его как облупленного знает? Она знает, как он себя ведет, что говорит, где, как, смотрит на кого. И как ей соглашаться с ним во всех вопросах, считать его святым. Очень трудно. Реально аскеза. Но это необходимо делать. Иначе не будет отношений. Мужчине очень трудно на эмоции женщины реагировать правильно, потому что у нее сердце к эмоциям очень чувствительное. Мужчина реально очень чувствительное к эмоциям сердца. Допустим, в мужской среде, если кто-то эмоционально начинает выражаться в отношении к другому мужчине, то это понятно, что он получит в лоб сразу. И на этом все заканчивается таким образом. Ну понимаете, женщине же в лоб не дашь. Приходится терпеть. Мужчине очень тяжело терпеть эмоции. Но надо терпеть. Потому что это основа семейной жизни. И так разум человека может развиваться только в спокойной среде. И эту спокойную среду в семье надо создать любой ценой. Если идут уступки в чем-то, значит, надо делать эти уступки. Надо создать спокойную среду для того, чтобы можно было разговаривать друг с другом. В этом заключается первый результат уважения в семье. Потому что когда муж и жена садятся друг с другом и могут спокойно поговорить о всех трудностях искренних, которые у них в жизни есть. Спокойно. Без эмоций. Не обвиняя друг друга, а просто рассуждая о том, что мне не нравится, что тебе о трудностях, о своей боли в отношениях. Спокойно поговорить. Это значит, что в этой семье уже функционируют разум. Супругов. Уже есть разум. Означает, что все будет решаться. Ведь не надо, не обязательно говорить для того, чтобы принять какое-то решение. Просто надо спокойно поговорить о том, какие трудности есть. Мне вот тяжело вот это переносить. Мне вот тяжело вот это. Есть такие психологические школы, в которых интересная вещь принята. Что когда ты говоришь о отношениях, то надо говорить о своих проблемах, а не обвинять близкого человека, что он их тебе создал. То есть надо говорить, мне тяжело вот потому-то, потому-то. И все. То есть не надо говорить, что ты такой-то плохой, что ты делаешь мне вот это тяжело. Ну то есть надо говорить о своих трудностях просто в отношениях. И все. И в этом заключается общение. То есть надо так общаться. Но когда отношения развиты, люди реально могут сказать все. И все будет принято. Потому что в этой беседе есть правило. Нет эмоций. Мужчина не давит психически, женщина не начинает обижаться и не говорит с эмоциями. Говорит спокойно. Оба говорят спокойно. Признак уважения. Попробуйте сейчас прийти домой, сесть и начать так спокойно говорить с близким человеком. Вы увидите, что это невозможно. Во многих семьях это просто невозможно. Люди живут годами и не могут поговорить о проблемах друг с другом, потому что эти разговоры всегда заканчиваются серьезным скандалом. Поднимите руку. Кто из вас может поговорить спокойно друг с другом? Видите? Не так много рук было поднято. Это значит, что в этих семьях уже отношения пошли развиваться вверх. То есть уважение уже есть. Уважение уже есть. И это хорошо. Все остальные будут подтягиваться. Потихоньку. Первая мысль края возникает в голове. Было бы с кем спокойно разговаривать. Да, мы так считаем, что близкий человек у меня неадекватен. У других мужчин, как лебедушки, у меня видоносец. Это нормальное, стандартное понимание вещей. Почему? Потому что человек, видите, не видит своих-то проблем. Вот в чем проблема нашей судьбы заключается. Там действует эгоизм человека. Он закрывает проблемы. Мы не видим своих проблем. Я когда это изучал, мне было интересно посмотреть. Я ждал на отношениях родителей, на отношениях друзей семейных. Человек интересный. Человек смотрит одним взглядом на близкого человека. Вот так смотрит реально как бы на него с одним взглядом. Потом просто отводит глаза и переводит их на зеркало. И знаете, взгляд меняется конкретно просто. За долю секунды. Мы себя видим в очень розовом свете. В очень розовом. Если бы таким взглядом он посмотрел на зеркало, он бы отвернулся сразу. Страшно. Но на зеркало, на себя мы так не смотрим. А если и смотрим, то говорим, ничего страшного. Это все пройдет. Мы так себя жалеем. И в этом заключается проблема. Это одна из главных ошибок вообще человечества, человека. Ошибка в восприятии себя. Самая большая проблема в жизни. Она работает у мужчин и женщин по-разному. Когда мужчина смотрит на себя в зеркало и вообще себя оценивает, он оценивает себя с позиции своих достижений. Он думает, ну я на самом деле работаю на нее. И на самом деле приношу деньги. И на самом деле я родил, зачал ей столько-то детей, там и так далее. То есть он с позиции достижений своих. Женщина смотрит на себя с позиции своей красоты, с позиции своих достижений женских. Что я на самом деле вот так-то себя веду и прощаю постоянно. То есть очень многое, что человек себе скажет, чтобы смотреть на себя в зеркало сладко. Но ведь самая главная проблема заключается в нашей жизни в том, что не это нам помогает жить. Мы реально должны понять свои ошибки. И в этом заключается проявление разума. Я как-то молился своему духовному учителю. И у меня было такое настроение в молитве. Я просил его, покажи мне, покажал, пожалуйста, то лицо, которое, свое лицо, которое реально должно быть в отношениях с тобой. Покажи мне проявление твоей самой настоящей любви. Молился, молился, просил настоящей любви от духовного учителя. И я увидел образ настоящей любви своего духовного учителя ко мне. Знаете, какой был образ? Он был очень строгим. У меня аж дыхание сперло в груди. И эта строгость сразу вскрыла все. Я сразу увидел свое сердце. Сколько там гадостей всевозможных. Строгость по отношению к себе является самым большим лекарством. Понимаете? Взгляд на себя возможен через духовного учителя. Но, если мы посмотрим на себя глазами своего супруга, будет то же самое. Мы реально увидим себя не с той стороны, с которой мы привыкли на себя смотреть. И это самый первый шаг в отношении к самому себе, в понимании самого себя. Это очень трудно понять самого себя правильно. И в этом заключается ошибка восприятия жизни своей. Потому что мы же почему думаем, мы расстались? Потому что он виноват. А если и я виноват, то это тоже неправильно воспринимается. Как-то ко мне одна женщина пришла и говорит, у меня муж святой, он бросил меня из-за того, что я грешница. Я виновата во всем. Он сейчас живет с другой, тоже святой. Они очень хорошие, а я дура. Я говорю, все правильно, вы говорите, есть только одна проблема, говорю. Святые люди никого не бросают. А так, говорю, все нормально в ваших рассуждениях. Если мы начинаем себя обвинять, то мы это делаем абсолютно слепо. Почему? Потому что мы не привыкли себя обвинять. Себя надо обвинять по делу. Надо трезво очень воспринимать себя как личность учиться. А это очень трудно. Поэтому лучше иметь наставника, который будет тебе мягко говорить о том, что ты можешь принять. Потому что очень трудно принять в себе то, что есть на самом деле. Очень трудно. А с этого начинается уважение. Как уважать близкого человека? Надо принять тот факт, что если он проявляет к тебе какую-то агрессию, значит на это есть реальная причина. И надо эту причину в себе изучать. Лучше отстранившись от близкого человека. Не обязательно близкому человеку говорить, да, я такая плохая, ты правильно ругаешься на меня. Это другая сторона медали. В злобе нет правильности никогда и никогда не будет. Правильность есть только в любви. Можно сказать очень по-доброму все, что ты считаешь нужным. Но для этого надо созреть сначала. Особенность отношений в наше время заключается в том, что у 95% населения, а может больше, нет старших в жизни. Нет старших. Некому сказать правду обо мне. Это большая проблема. Недавно общался со своим старшим. Рассказывал ему, говорю, вот столько-то людей приходит там на лекции, столько-то людей приходит там. Он послушал меня внимательно. Посмотрел на меня и говорит, слушай, это не к тебе же приходят люди так, к Богу. Ты что, гордишься-то собой? Мне так удобно стало. Я думаю, господи, мне так неудобно стало вообще. Это же правда. И я подумал, если бы не было старшего, я бы просто вообще такой мразью бы стал. Просто страшно думать даже об этом. Понимаете, идея, в чем заключается? Мы не можем оценивать ситуацию правильно, пока нет старшего. Я такая хорошая, я такой хороший. Это естественно, что мы можем считать с самого начала. Только святой человек может реально оценивать себя как Личность трезвую. Только святой человек. Все остальные люди обычные всегда имеют сильный крен восприятия хороших черт характера себя, и плохих черт характера они их уменьшают в своем сознании, и очень увеличивают в своем сознании плохие черты характера близкого человека, и очень уменьшают хорошие черты характера близкого человека. Это называется сознание мухи. Есть еще сознание пчелы. Пчела, когда она летит, она обидит только нектар. Ее больше ничего не интересует. Вы видели, как летают пчелы? Она летит, все огибает, ей нужен только нектар. Она садится на нектар, берет его, и все опять огибает все препятствия, несет его, отдает своему улью, этот нектар. И в результате везде течет мед. Когда одни пчелы собираются, везде течет мед. Теперь муха летит. Она тоже любит сладкая муха. Она летит на нектар. Он смотрит, ерунда какая-то там лежит внизу. Надо разобраться в этом ульпроще. Что за ерунда это? Не порядок какой-то вообще? Она туда подлетает. Еще воняет это ерунда, ничего себе, она еще воняет. Она тут залазит, потом опарыши забудется и понеслась. Она потом забывает, что она к меду летела. Надо учиться быть пчелой. Надо видеть только хорошее, учиться в людях. Это означает трезвое восприятие мира, это не слепость. Я у одного ясновидящего спросил формулу секрет. Ясно видеть мир, предсказывать будущее, видеть характеры людей. Он сказал, секрет только один. В жизни очень много у нас желания видеть плохое. И это плохое застилает нашу психику. Поэтому это желание надо победить с помощью желания, очень сильного желания видеть только хорошее. Когда человек реально концентрируется на том, чтобы видеть хорошее, плохое везет само в сердце, но его не надо пускать. Его надо держать на дистанции, потому что оно меняет картину. Оно вмешивается в картину. Когда человек очень концентрированно учится видеть хорошее, то у него возникает трезвая картина мира. То есть плохое не пускает хорошее вперед внутрь, в результате он видит все как есть. Мир соткан из живых существ, которые наполнены вечностью, знанием и счастьем. Но их окружает слой грехов, которые мешают жить. Но если человек видит суть человеческую, то значит, что он видит все в истинном свете. Суть человеческая нектарна по своей природе, чиста и удивительна. Если мы такую суть человеческую увидим в своем близком человеке, это означает 100%, что мы сможем построить нормальные, правильные отношения. Поэтому сейчас мы с вами все будем изучать определенный вид медитации, который спасет вашу семью. Сейчас мы его будем изучать. После перерыва давайте перейдем. Я сейчас скажу медитацию, потом все пойдут кушать и будут думать. Смотрите. Вы должны вспомнить своего близкого человека тогда, когда вам Бог подарил понимание, какими должны быть отношения. Вы должны вспомнить своего близкого человека в состоянии первой любви, когда вы только встретились. Первые отношения, первый взгляд, то есть первые чувства, признание. Надо вспомнить своего близкого человека в этом состоянии. Знаете, он такой и есть на самом деле. Он таким был и таким будет. Бог показал вам чистое состояние вашего человека, в состоянии чистой любви. Один раз в жизни. А теперь мы должны с помощью отношений достигнуть таких же отношений, которые были тогда. Но для этого надо реально медитировать на этот образ чистого человека, своего близкого. Надо поставить изображение святого человека, кланяться его, поставить фотографию своего близкого человека ниже и пытаться святость в этом чистом человеке, возвышенном видеть. И также разглядывать святость в своем близком человеке. Видеть ее через призму первых отношений, тех, которые подарил Бог, которые наполнены чистотой и любовью. И когда человек способен на самом деле в эту картинку своего близкого человека держать в своем сердце его чистоты, то он эту картинку передает через свое сознание своему близкому человеку. Эта картинка сразу проходит в свой слой кармы, моей и его. Сквозь слой грехов касается души, его в сердце просыпается чистота. И он начинает относиться к тебе тоже правильно и чисто. Так, как и нужно. Понимаете? Надо учиться проводить эту медитацию. Но вы поймете, что без святого человека такая медитация невозможна. Потому что просто глядя на фотографию мужа, что вы увидите на нем? То, с чем надо разобраться. Вот в чем проблема заключается. А когда мы переводим свое сознание от святого человека, то так, как от святого идет святость, мы потом по аналогии можем посмотреть с позиции этой святости на близкого человека. Это очень серьезный метод. Вы пытаетесь его практиковать долгое время. Вы увидите, как облегчится жизнь. Вы реально почувствуете, что жизнь совсем не такая сложная. Надо просто правильное настроение держать в отношении к близкому человеку. Это называется уважение. Уважать его как духовную личность. Понимаете? И тогда его духовная личность будет общаться с вами. А не его грехи, не его глупости, не его амбиции. В этом есть смысл большой. Давайте на этом прервемся. Отдыхайте. Не могу общаться с мужем. В чем причина? Можно говорить все, что угодно. Но ответ очень простой, и он один. Пришла плохая карма в жизнь. То есть пришла плохая судьба. Она действует, и мы не можем общаться. Вообще ответ такой. Что делать? Вот именно. То есть надо понять такую вещь, что отношения устанавливаются сначала на тонком плане. Муж сидит в соседнем комнате или спит в соседней комнате. Вы встаете рано утром. Или он спит рядом. Вы встаете рано утром. Обливаетесь прохладной водой или теплой, можно для женщин. Садитесь, ставите фотографию, изображение мужа. Изображение, икону какого-то святого человека. Начинайте кланяться святому человеку, чтобы получить божественную энергию от него. И пытаетесь научиться хорошо думать о муже. Или получить тепло в отношениях с ним, получить связь с ним, получить ощущение, что в отношениях все стало хорошо. Первое впечатление какое? Вы начинаете молиться святому человеку, кланяться ему. Первое ощущение, вы видите, нет никаких отношений нормальных. С мужем не установлена связь. Потом дальше, и думаете, наверное, ничего не получится. Надо продолжать. Вы продолжаете дальше. Проходит день, проходит два, проходит три, проходит неделя, проходит две недели. И через две недели вы замечаете, что вы когда думаете о фотографии мужа, молитесь как бы. Вы видите, что по фотографии чувствуется, что с ним установился контакт. Пошло тепло в отношениях. Но когда муж просыпается, и вы смотрите на него, начинаете общаться, вы видите, что контакта нет. Как будто это обман. Не бойтесь, никакого обмана нет. Потому что, ну, как бы, есть разные уровни развития на тонком плане отношений. И когда они переходят уже в этот вот реальный план, то это означает, что вы уже всю судьбу победили. Понимаете, если вы почувствовали тепло в молитве по отношению к близкому человеку, что всё вроде лучше стало, то это значит, что вы самый глубокий пласт кармы уже преодолели. Дальше будет легче. Вы увидите, что он уже легче на вас реагирует. Лучше как бы готов немножко пообщаться. Но вы видите, но если вы видите такую вещь, что вчера вы как бы уже преодолели всё, а сегодня смотрите опять, он стал холодным. Это значит, что идёт ухудшение астрологического периода. То есть, с каждым днём наваливается новый пласт тяжёлой судьбы, и молиться надо больше, усиливать своё воздействие с помощью молитвы, чтобы сохранить хотя бы какую-то ниточку отношений. Так люди побеждают свою судьбу с помощью внутренней душевной силы. Чего в этот момент нельзя делать? Нельзя пытаться искусственным образом эти отношения поддержать. Ну то есть, нет отношений в сердце, и люди пытаются вот как-то вот внешне это всё делать. Не работает система. Только ухудшаются отношения, и всё. Точно так же с сыном, он на расстоянии, допустим, в армии служит. Можно установить отношения. Молиться, думать о святом человеке и настраиваться очень позитивно на сына. И вы таким образом будете его защищать. Так человек должен жить. Молитва создаёт судьбу, а потом в жизни она, судьба, это уже воплощается. Мы свою судьбу создаём? Нет. Нет. Мы просто катимся по ней, как можем. И когда что-то происходит, мы реально удивляемся, откуда это взялось. Мы жили много жизней в прошлом, и мы сейчас отрабатываем карму с этих прошлых жизней. Если на вас реально наваливаются страдания, не поддавайтесь вот этой идее, что эти страдания являются результатом того, что я недостаточно много сил в этот вопрос вложила. Ну вот представьте себе, допустим, таракана. Он ползает по кухне. Вы ставите ногу перед ним, он упирается в неё, начинает огибать. Потом огибает, вы раз опять ставите ногу, он опять огибает. Вы опять ставите ногу, он опять огибает. Как вы думаете, он перестанет огибать? Нет. Ну тогда у меня вопрос, а мы чем-то от тараканов отличаемся, нет? Если судьба ставит ногу, а мы продолжаем лезть в это место, но это означает, что у нас нет никакого понимания, что действует судьба. Надо немножко повременить. Что должен был сделать таракан? Он должен был спрятаться в норку. Когда человек уходит, то дальше бежать, куда ему надо. Человек может переждать судьбу. Люди часто тем, что они лезут друг к другу, портят ещё отношения больше. Допустим, муж сказал, я хочу уйти из дома. Мне надоело, я не могу с тобой жить. Что надо делать? Что значит? Карма навалилась. Что надо делать? Надо в молитве строить с ним на тонком плане отношения. Строить, строить, строить. И он не сможет уйти. А если уйдёт, то ненадолго. От сердца не уйдёшь. Можно ногами от человека хоть в Америку уехать. От его сердца уйти невозможно. Если ты на тонком плане установил отношения с человеком, в молитве как бы отношения с ним продолжаешь развивать, он не может сердце своё отнять от тебя никак. Невозможно. Но если Бог захочет разорвать отношения, их сохранить невозможно. Поэтому не надо думать, что я такая всесильная или такой всесильный, что по-любому я своей молитвой добьюсь чего хочешь. Нет, не факт. Иногда человек может иметь что-то в жизни, иногда не может, не имеет права. Но прилагать усилия надо обязательно. В этом заключается наша жизнь. Если мы видим, что мы не можем это иметь, но мы прилагали правильные усилия, всё равно сердце будет спокойным. Человек чувствует, что он сделал всё, что мог. Такова его судьба. Понимаете? А какую молитву использовать? Надо использовать ту молитву, которая ближе к сердцу, и того святого, который ближе к сердцу. Всё остальное — это политика. А святая церковь — это да? Это да. Церковь — это закон, который даёт возможность человеку развиваться. Церковь — это какие-то рамки определённые. Если вас рамки эти не устраивают, найдите себе то духовное движение, которое вас устраивает. То есть просто изучайте, всё ищите. Здесь нет никаких ограничений с позицией Бога. Богу нравится всё, что связано с Ним. Если вы с Богом строите отношения через эту церковь или через ту, главное, чтобы там была чистота, и ваша возможность нормально развиваться. В церкви не должно быть политики. Политика означает, у нас хорошо, там плохо, все козлы, мы хорошие. Святой человек думает только о Боге. Он не думает о том, кто козёл, кто не козёл. Ему некогда этим заниматься. Он думает о том, о чистоте Господа, о чистоте его духовного учителя. Он думает о благе всех живых существ. Ему некогда ругаться и материться на всех. Это не духовное занятие, понимаете? Поэтому человек должен иметь святость в своей жизни обязательно. Откуда она придёт, это уже ваша судьба. Вы сами должны найти её где-то. Но так или иначе, надо её найти. Без неё жить невозможно. Потому что своими силами человек не может установить сердечные отношения. У нас всегда хватает сил. Допустим, человек в стрессе находится, у него вообще никаких сил нет. Он его просто трясёт и всё. Он чувствует несправедливость. Она горит в его сердце. Он ничего не может сделать с собой. Сейчас ко мне подошла одна женщина. В её сердце так сильно горела несправедливость. Она даже не слышала мои слова. Я ей говорю, и как бы она на своей волне находится и всё. Так действует сила кармы. С ней ничего не сделаешь. Она огромную силу может иметь. Понимаете? Поэтому борьба за свою судьбу идёт в молитве. А не в том, чтобы выяснять отношения с мужем. Муж уходит, допустим, от вас. Смотрите. Он уже уходит. Вы начинаете на коленях перед ним поездить. Это поможет? Нет. Это ухудшит, потому что, ну, что я с этой бразью буду жить? Ещё быстрее уйдёт. Вы начинаете говорить, уходи. Это поможет? Нет. Он ещё быстрее уйдёт. Чтобы вы не сделали по отношению к нему, он ещё быстрее уйдёт. Но если вы будете оставаться самодостаточной, углублённой в себе, и как бы спокойно будете относиться к нему, но в сердце ему скажете, что я хочу, чтобы ты остался. Спокойно. И будете молиться за него, на тонком плане устанавливать отношения. Ему будет очень трудно уйти. А если уйдёт, он всё равно не может сердечные отношения разорвать. Понимаете? Я хочу сейчас беседу перевести в другое русло. Я хочу поговорить о верности и чувстве собственного достоинства. Это очень, как бы, вещи очень близкие, поэтому мы должны понять, в чём достоинство заключается и в чём недостоинство. Как вы думаете, я верна мужу, а он мне не верен, я достойно себя веду или нет? Нет, не достоинство. Видите, вы не знаете, что такое чувство собственного достоинства. «Он гуляет, я верна». Видите, сколько сомнений. А как это я буду верна, если он гуляет? Как оставлять верность, если он гуляет? А верность кому принадлежит? Ему или мне? Моя верность? Мне. Это клятва перед ним или перед собой? Вот именно. Вот с этого надо начинать. Верность имеет прямое отношение к чувству собственного достоинства. Чувство собственного достоинства — это важная часть жизни человека. Понимаете? Наши чувства собственного достоинства часто работают неправильно. Мы работаем на других. Человек должен, на самом деле, определять, достойно или нет. По нескольким критериям. Первый критерий. Выполняю ли я наставления старших или священного писания? Раз. Второй критерий. Выполняю, держу ли я слово, которое дал своей судьбе на основании этих писаний? Два. Поступаю ли я правильно или нет? Три. Часто люди как? Считают себя достойными. Если я, он гуляет, я тоже погулял. Правильно. Это ложное чувство собственного достоинства. Он на меня орёт, я ему сказал сильнее. Это ложное чувство собственного достоинства. Он меня предаёт, что я с ним буду жить. Я первый уйду от него. Ложное чувство собственного достоинства. И так далее, понимаете? Чувство собственного достоинства может работать по-разному. Когда приходит карма, прежде всего она ломает чувство собственного достоинства. У человека теряется вера в своё правильное поведение. Он начинает чувствовать, что как будто бы это правильное поведение не такой силой обладает. И на него нельзя опираться, он думает. А если карма плохая, она сражается с верностью человека или нет? Тоже да. Вот у вас, допустим, есть верность сердца, а также есть плохая судьба. Когда приходит плохой период, то плохая судьба сражается с верностью. И неизвестно, кто победит. Если верность сильнее, тогда человек не может уйти, у него нет сил. А если плохая судьба сильнее, то верность сначала ломается в сердце. Вы чувствуете, что у вас нет силы отношения строить с человеком. Сила отношения строить — это верность. Верность основана на вере в отношения. Вот смотрите, есть отношения, они созданы Богом. Человек, когда входит в эти отношения, он чувствует себя защищённым в них и верит в них. Он чувствует, что эти отношения имеют смысл, они настоящие. Они как бы существуют, живут, и я могу этим отношениям подчинить свою судьбу. Наступает плохая карма, что происходит? Человек перестаёт верить в отношения. Он думает, а может быть, это не мой человек? А может быть, мне эти отношения не нужны? Почему столько мучений и страданий? Почему он так холодно ко мне относится? Почему столько несправедливости и так далее? А разум живёт только на основании веры. Если вера есть, то разум тоже работает. Веры нет — разум ломается. Допустим, вера сломалась в семью, и разум тоже не может ничего сделать. Начинает включается ум. Человек начинает искать, куда побежать. Всё. Он ищет возможность смыться. Он уже не может дальше сражаться. Сражаться может только тот, кто верит. Вот смотрите, допустим. Идёт сражение. Полководец ведёт себя правильно в армии, в войске. И люди, веря в него, сражаются. Потом они смотрят, он драпанул. Дальше что они будут делать? За что сражаться? Полководец одлицетворяет разум армии. Полководца должна быть самая большая вера в государство, в страну, в Бога и так далее. То есть он должен реально понимать, за что сражаемся. И это понимание передаётся всему войску, и поэтому армия побеждает. Понимаете? Точно так же у человека в психике. Если он не знает, за что сражаемся, тогда он не сможет сражаться. Сражение означает вера или верность. Как человек сражается за свою семью? С помощью верности. Верности нет, тем более тогда не будет картинки. А что мы друг с другом живём? Я гуляю, ты гуляешь. За что живём? Да? Ну вот у европейцев, да, у наших народов, люди уже не знают, что правильно, что неправильно. Вот в Индии, они, например, знают, что так и надо делать правильно, неправильно, так привыкши. А у нас уже одному уходить к чужой правильно, а другой говорит, а что это такое? Мы не знаем, что правильно, что неправильно. Но есть разные, как бы, что одному правильно, а другому, может, неправильно. Как узнать, что так вот долговодят должности, а не по-другому? Как эту правду узнать? Два варианта есть, узнать правду. Или на практике, или слушая старших. Можно проверить. Допустим, я не буду верной своему мужу. Попробуем, сохранится семья или нет. Попробовали, семья не сохранилась. Блин. Не получилось. Может, ещё раз попробуем, ещё раз попробуем. Опять не сохранилась семья. Можно также попробовать с девятого этажа прыгнуть. Разобьюсь или нет? Все говорят, кто-то говорит, разобьюсь, а кто-то говорит, нет. Попробуем, посмотрим. Вы знаете, если говорить, а попробуем, то здесь интересно знать, что попробовать можно, допустим, не ходить в туалет сутки. Ну, запор, там, проблема, конечно, для здоровья, но не такая большая, как попробовать изменять мужу. Понимаете, просто, ну, есть вещи, с которыми опасно сутить. Опасно, потому что будут проблемы. Поэтому лучше пробовать всё в изучении. Вот, допустим, вы решили попробовать послушать. Вы должны очень непредвзято настроиться на своё сердце и быть готовы принять всё. Или всё отвергнуть, в зависимости от того, что скажет голос истины внутри. Голос истины внутри говорит, допустим, не слушая этого человека, он лицемерит. Ну, уходите тогда, что дальше слушать? Какой смысл? Или голос истины внутри говорит, надо слушать, хоть больно, надо слушать, потому что это правда, это поможет. Надо слушать, значит. А что делать? Вы потом проверите в жизни. Всё ведь проверяется. Можете помолиться, вот как я сказал, поставить святого, ниже фотографии мужа, помолиться святому человеку и посмотреть, изменяются отношения или нет. Проверить всё это. Работает система или нет? Всё проверяется. Понимаете? Как вы слышите голос? Два варианта есть. Или замучиться, или слушать. Каждый выбирает свой вариант. У меня со своим наставником был один случай такой, я не смог принять его наставление. Он говорит, у тебя три варианта есть, вот так поступить, вот так и вот так. Вот так поступишь, будет плохо, хуже всего. Вот так поступишь, будет получше. Вот так совсем хорошо. Но я посмотрел, вот совсем хорошо поступать, ну вообще не могу. Нет сил, вообще не могу. Вот среднее как бы поступать могу, но что-то не верю. А вот как хуже всего поступать, вроде легче всего. Я думал, давай попробую. Жизнь длинная. Попробовал. По башке как получил, мне понравилось. Работает система. Это означает практика, понимаете. А вы попробуйте. Вот я допустим говорю, вот так вот не надо себя вести, будет плохо. Попробуйте. Ну лучше пробовать на мелком, на чем-то. Не на совсем большом, серьезном. Глобальные какие-то опасные вещи, не надо экспериментировать. У меня один человек, жена его полечилась камнями, ей очень понравилось. Он очень богатый, такой серьезный человек. Ну такой серьезный бизнесмен в Москве. Он пришел такой ко мне, смотрит, короче, чем я займусь. Там камешки какие-то, колечки ставлю. Догой смотрел, смотрел, вот он такой, как, начал смеяться такой. Он раз, жена его, она любит жену, она такой, раз, успокоился, сидит, смотрит. Я говорю, вы что пришли? Он говорит, жену спросите. Спрашивает, что пришел? Она говорит, вы пришли лечиться. Все ясно. Он поставил камешки, все. Но так как я должен был контактировать с ним, то контакта не было. Ему по барабану, что так ставят, что так. Схему мне в результате очень сложно было отработать, я совершил ошибку. В результате он сел в машину, едет в машине и звонит мне, говорит, слушай, говорит. У меня, говорит, глаза в кучу пошли. Это что, от камней? Я говорю, быстрее снимайте. Он снял, через пять минут звонит, говорит, слушай, расходятся. Он сразу поверил. Человек опыта эксперимента. Потом он ко мне пришел с сильной головной болью. Я говорю, помоги. Такой сел, у него просто голова раскалывалась. Ну там, суды-пересуды, некогда было спать. Я взял его в ухо, надавил, держал, держал. Ему было сильно больно. Но он терпел, потому что он знал, что в кучу глаза сошлись от камней. Он помнил это. Я ему давил, давил на ухо. И раз у него голова прошла, он тут же у нас на диванчике там заснул. Вот, потом проснулся через час. Встал и пошел такой, ничего не сказал. Потом приходит с квадратными глазами. Блин, таблетки не помогают. Гады, мучают нас, лечат неправильно. В ухо надавили и все прошло. Это означает вера. Она приходит или через слушание, или на практике. По-разному, то есть каждый выбирает свой путь. Практический путь тоже хороший. Вы, допустим, практик по природе. Ну попробуйте. Так попробуйте, так. Будьте осторожнее, пробуйте на таких глобальных вещах. Опасно, можно потерять мужа там или еще что-то. Но некоторые люди любят экспериментировать с своей судьбой. Будьте осторожны. Итак, мы изучаем, что такое чувство собственного достоинства. То есть смотрите, оно может работать по-разному. Проще всего жить так. Вот как мне нравится, так надо поступать. Это ложное достоинство, ложное самоотождествление. В нем нет никакой веры. Потому что человеку нравится то так поступать, то так. В этом нет стабильности. Стабильность есть только в законе. В человеческом мышлении нет стабильности, понимаете? Он всегда себя оправдывает. В человеческом мышлении нет стабильности. Но если взять, допустим, ситуацию, есть правило. Правило говорит, мужу изменять нельзя. Значит ли это, что мне никогда не будет хотеться изменять мужу? Нет, это не значит. А также это значит, что наоборот, когда-нибудь мне очень сильно захочется изменить мужу? Создаться такая ситуация. И пальмы, и море, и ласковая ночь. Хороший человек рядом. Олег Геннадьевич уже спит. Все очень благоприятно складывается. И в это время может сработать только чувство собственного достоинства, которое скажет, «Иди, дура, ложись и спи одна. Хватит судьбой шутить». Ну то есть чувство собственного достоинства — это сила, которая может сделать больно. Оно реально, то есть оно никогда не льстит. Чувство собственного достоинства на самом деле, оно так работает, настоящее, что когда человек запретил себе делать что-то плохое, и потом себя за это благодарит. Вот это и есть чувство собственного достоинства. Например, он подошел, женщина подошла к мужу, извинилась за то, что она неправильно сделала, и потом сказала себе, «Так тебе, дура, и надо». И это сработало чувство собственного достоинства. Это не сработало унижение. Она не униженной себя считает. Она чувствует, что она сильна после этого, понимаете? Потому что когда человеку трудно поступать правильно, ему кажется, что я поступлю правильно и буду униженным. Но когда он поступает правильно, чувствует, что он силен. Вот смотри, допустим, такая ситуация. Жена ругалась, 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 кричала, 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 сопли слезы, колола своими словами. Муж такой, думал, надо уйти в другую комнату, я все не могу слушать, сейчас буду просто бить, убивать сейчас буду просто. И раз ушел, убежал в другую комнату, отдышался, послушал музыку спокойную, там помолился, еще что-то сделал, как-то привел себя в порядок. Вышел на балкон, подышал свежим воздухом, успокоился. Жена опять что-то хочет сказать, раз, дверь закрыл, и все. Ну, чтобы не было конфликта. Чувствует, не может себя сдержать. Начал там желать и счастья на расстоянии, успокоил свой ум, все. На следующий день жена говорит, ты что от меня бегаешь-то? Как зайчик. Но он четко знает, что он не как зайчик бегает, скорее как мамонт. Он знает, что он убежал, потому что он не хотел ее убивать. Жалко, родная жена. И он говорит ей, ты знаешь, вот иногда бывают зайчиками, хочется просто убежать, спрятаться, посидеть за дверью. То есть человек, который имеет чувство собственного достоинства, он может легко над собой шутить, он может легко себя унижать, но близкий человек четко знает, кто он такой. Понимаете, когда человек не имеет собственного достоинства, он начинает из себя делать мыльный пузырь перед всеми. Начинает выпендриваться, начинает делать крутость, какую-то показывать и так далее. Это означает, что чувство собственного достоинства работает неправильно. Чувство собственного достоинства работает правило, только одна формула есть. Сначала яд, потом нектар. Человек должен сначала заставить себя что-то делать, а потом за это почувствовать хорошо. А если не заставил, то надо себя поругать, и тогда будет уже потом нектар. Понимаете, чувство собственного достоинства всегда формула только одна. Сначала плохо, потом хорошо, спокойно. Верность основывается на чувстве собственного достоинства. Человек никогда не должен подводить себя в жизни. Решил встать пораньше, надо вставать пораньше. Не встал пораньше, проспал. Но, надо сказать себе, я дерьмо вонючий. Ну, если не вонючий, то просто дерьмо хотя бы. Для начала. Конечно, ложное достоинство будет говорить, да ты устал вчера, все нормально, завтра встанешь вовремя, ничего страшного, не парься. Но это ложное чувство собственного достоинства. Надо его в себе давить. И сказать, нет, я на самом деле не такой уж и хороший. Когда человек себя искренне ругает, он теряет достоинства или нет? Современная психология говорит, теряет, поэтому себя ругать не надо. Все надо всегда хпалить. Я большое светлое солнце. Я большой мыльный пузырь, я раздуваю все больше и больше, свечу вокруг все больше, сверкаю лучами солнечными. Я большой мыльный пузырь. Я большой мыльный пузырь. Когда человек раздувается как мыльный пузырь, он теряет самообладание, потому что это не способ контролировать себя. Самый лучший способ контролировать себя, это понимать свои возможности, свои недостатки. А лучше сначала понимать недостатки, а потом спокойно относиться к своим возможностям. И тогда будет все очень трезво в жизни, все правильно. Здесь нет никакого унижения, никакого унижения, поверьте мне. Вот, ну как бы, чтобы это понять, надо просто проследить над теми людьми, которые имеют успех в жизни. Допустим, взять Никулина. Такой классический пример. Смотрите, большая арена, цирк. Над человеком все просто угорают. Они просто как бы, просто животы хватает на то, чтобы с ним смеяться, над ним смеяться. Человек относится к этому, к тому, что над ним смеются, очень спокойно. Он даже, ему нравится, что над ним смеются. Понимаете? Удивительно. В этом съел собственное достоинство. Это признак достоинства человека. Его не выведешь из себя никак, достойного человека, никак. Потому что он знает, во что верить. И точно так же женщина видит, муж изменяет. Она уходит в себя. В этом случае нет смысла лебедить перед мужем, а также нет смысла его ругать. Просто она как бы желает ему счастья на расстоянии, заботится о нем и немножко живет своей жизнью. Он живет своей, она живет своей. Что дальше происходит? Кто здесь прав, кто не прав? Женщина учится исправлять свои ошибки, понимать, почему он гуляет, в чем причина моя внутренняя, начинает стараться относиться к нему теплее. Но все равно на расстоянии на некотором. Но она верит в семью. Он ей говорит, что может разведемся? Тебе не нравится, что я гуляю? Она говорит, ну а тебе понравилось, если бы я гулял? Он говорит, мне понравилось, допустим. Она говорит, ну что-то маловероятно, что это так. И как бы продолжает дальше жить спокойно, себя вести, учится прощать его, работает над собой в это время. Что дальше происходит? А дальше происходит интересная вещь. Хочет он этого или не хочет, в его сердце будет появляться все больше и больше ощущения благородства и силы близкого человека. Это неизбежно, он ничего с собой не сможет сделать. Правду нельзя закрыть, понимаете? Хоть как ты, хоть лезь, хоть головой в песок по самую пятку. Вот. Все равно ничего не получится, понимаете? Все равно тебе придется признать, что рядом с тобой человек, который находится, лучше, чем ты. А если человек лучше, чем ты, бросить его невозможно. Можно бросить только того, кто хуже. Понимаете? Если человек сохраняет чувство собственного достоинства в жизни, в отношениях, он непобедимый. Его нельзя победить. Его нельзя ни бросить, ни унизить. Ничего с ним нельзя сделать. Если мы сами себя унижаем тем, что мы теряем чувство собственного достоинства в отношениях, тем самым мы себя и проклинаем. Имейте в виду, что очень трудно сохранить чувство собственного достоинства в отношениях и верность в себе. Очень трудно сохранить. Поэтому молитва — неотъемлемая часть жизни. Человек должен учиться оставаться верным себе. Для того, чтобы сохранить это спокойствие внутреннее самообладание, надо молиться каждый день. И она предназначена для этого, чтобы от святого человека получить силу, чтобы стоять в жизни, устоять перед событиями. Верность не означает, что я для кого-то что-то делаю. Верность может быть только своему слову. Я хочу жить честно в этой жизни. Не важно, как живет мой близкий человек. Первое, что в этой ситуации человек понимает, что мы перед своей судьбой абсолютно одинокие. Нам близкие люди помогут, нет? В жизни? Нет. Они находятся под влиянием кармы. Когда карма хорошая, они нам помогут. Когда плохая, они смогут помочь. Они будут помогать себе. Дети помогут, нет? Тем более, не помогут. Они еще слабее, чем взрослые люди. Друзья помогут? Если настоящие друзья, то помогут. А у кого есть настоящие друзья, то не метеору. Вот вы и проверите, когда у вас будет тяжелая судьба. Уже проверили? Ну, значит, есть настоящие друзья. Настоящие друзья ставят выше близких людей. Близкие люди могут предать, потому что вы варитесь в одной каше. Но друзья в этой каше не варятся. Они вне ее. Поэтому им легче вытащить тебя из этой каши и помочь тебе. Но наставник стоит еще выше. Потому что он знает истину. Друзья, они обычно немножко подсалят. Они немножко как бы тебе поддакивают. Они говорят, ну, все нормально, ты молодец, он плохой. Ну, немножко как бы человека так вытаскивают с помощью просто поддержки. Поддержит. Но наставник, он не будет сантименты давать. У него столько любви, что он может сказать тебе правду, и тебе придется ее принять. И ты при этом не выйдешь из равновесия. Просто примешь ее, и все. Поэтому лучше всего в жизни найти наставника. Но для этого надо его заслужить. Он не ищется. Это отдается Богом. Друзья стоят на втором месте. Но без близких людей жить невозможно. Человек не может жить без любви. Поэтому семья нужна. Надо все равно жить вместе. Потому что сейчас любви нет, потом она будет. А потом мы живем ведь не для себя. У нас есть дети, у нас есть родители. Надо очень четко представлять о том, что мы, разрушая семью, портим жизнь многим людям сразу. И только себе. Это надо очень четко осознавать. Поэтому верность — это прежде всего верность самому себе. Человек теряет сначала себя, а потом всех остальных вокруг. Понимаете? Верность себе достигается с помощью верности своему слову. Если ты не можешь быть совсем верен своему слову, начиная с маленьких слов. Допустим, я вставать буду каждый день во столько-то. Или почти каждый день. Ну и пытайся. Хотя бы чуть-чуть развивайся и чувствуй, собственно, достоинства. Я хочу каждый день, ну пусть не холодной водой обливаться, ну и хотя бы иногда прохладной. Какие-то маленькие аскезы чуть-чуть. Я буду голодать, пускай не весь день полдня, а хотя бы вечером. Рведа говорит, что если человек ограничивает себя вечерней пищей, он реально поддевается и продолжительность жизни конкретно. Процентов на 30-40, не меньше. Потому что все токсины создаются ночью. Ночью солнца нет, перевариваться пища не может. Просто она небольшая аскеза. Утром кушаю, днем кушаю, вечером меньше. Все, уже жизнь продлевается и чувство, собственно, достоинства увеличивается. Женщинам лучше женские качества развивать. Буду кивать мужу головой, даже если мне ничего не нравится. Просто так буду кивать. Аскеза. Жена такая, все, согласна. Такая покивала головой и пошла. Сильное поведение или слабое? Очень сильное. Он почувствует, что жена очень сильная, будет побаиваться ее. Насильный человек, покивала такая. Потом он подошел к ней, слушай, я, говорит, что-то накричал на тебя вчера, прости. Она посмотрела на него, говорит, ничего страшного, ты просто устал. Но при этом она не унижена, говорит, спокойно. Спокойно. Ну, блин, опять не подействовала. Не чувствую, что это у меня за жена такая. Он ее будет реально уважать. Потому что слабый человек как говорит? Да, ты на меня покричал. Но сильный человек так не говорит. Прощает. Говорит, ничего страшного. Просто ты устал на работе, поэтому покричал. Я все понимаю. Поэтому я ухожу, чтобы не раздражать тебя больше. Ты меня тоже извини. Я буду дальше уходить, когда ты кричишь. Я не буду это слушать. Потому что я тебя люблю, люблю наши отношения. Ему ничего не остается делать, как сказать, хорошо. И пойти дальше. Так сильная женщина себя ведет. Она контролирует полностью ситуацию в семье. Сила человека основывается только на чувстве собственного достоинства и верности своему слову. Когда человек верен себе, он чувствует себя очень сильным внутри. У него внутри большая сила. И этой силой может он управлять жизнью своей, жизнью своих детей. Допустим, если человек верен себе, то дети не могут быть неверны ему. А если дети верны человеку, они его начинают слушать. Давайте проведем сейчас эксперимент. Вот вы спокойным голосом что-то говорите своему сыну. Он, один вариант, прислушается к вашим словам. Второй вариант, старается не прислушиваться. Или к дочери. Теперь оцените себя. Один вариант. Большинство, всегда мой ребенок слушает меня и оценивает то, что я говорю. И старается делать как надо. Второй вариант, большинство случаев, он не хочет меня слышать. Вот если у вас второй вариант, значит, у вас нет в сердце правильно развитого чувства собственного достоинства. А значит, также нет верности себе. Тем более, значит, нет верности близкому человеку. Потому что если верность себе есть, и чувство собственного достоинства выражено правильно, то ребенок не может не слушать. Потому что от родителей исходит такая сила, которая заставляет слушать. Ему придется слушать, понимаете? Потому что ему говорит уважаемый человек. Представляете, допустим, сейчас приходят сюда в зал. Очень уважаемый человек, допустим, президент страны, или еще кто-то, которого вы сильно уважаете, неважно кто. И он приходит, подходит к вам, и что-то начинает говорить. Вы его будете слушать, нет? Конечно, будете. А как? Уважаемый человек, надо слушать? Это естественно. Если мать или отец в семье ведет себя очень достойно, все хотят слушать, на работе, допустим. Начальник разгневался, хочет уволить всех подчиненных. Всех без исключения. Все начинают метаться и смотреть, кто имеет больше всего чувства собственного достоинства. Кого послать начальнику? Интуитивно выбирают одного человека. Говорят, пожалуйста, поговори с начальником, только ты сможешь с ним поговорить. Он заходит к начальнику, начальник начинает на него орать. Что пришла? Или пришел? Нет, мы, вы все уже уволены. Допустим, этот человек говорит. Да, я согласен, правильно, вы абсолютно правы. Вы поступили очень правильно, согласен. А вы что тогда пришел там? Или что еще надо тебе? Да просто как бы волнуюсь за вас. Вы так нервничаете. Я хочу, чтобы все нормально было у вас. Вы же такой человек. Вы наша единственная надежда на самом деле. Такой удивительный человек. Мы хоть будем с вами работать, хоть нет. Но просто, чтобы у вас все нормально было. Хочу. Он такой начал дышать. Все равно уволен. И как бы ответа никакого нет. Просто вам чаю принести. Там еще что-то. И все. На следующий день тишина. Никого не увольняет. Почему? А невозможно. Если бы человек проявил достоинство, повел себя честно, как с ним потом дальше воевать? Невозможно. Военное действие закончено. Понимаете, о чем я говорю? Да, человек имеет чувство собственного достоинства. И он верен. А когда это бывает? Только когда черен верит. Верит в семье. Вот если, допустим, человек верит в семье, у него картинка семьи это божественное создание, а не его собственное. Некоторые люди думают, я нашла себе близкого человека, у нас с ним нет росписи, Бог тут ни при чем. Вы ошибаетесь? По-любому, Бог тут при чем. По-любому. Хотите проверить? Проверьте. Сегодня же уйдите от своего мужа. Попробуйте уйти. Взять, клопнуть в дверь и уйти. Что-то не пускает. Что не пускает? Что не пускает? Бог не пускает. Он создает семьи, он их разводит сам. Люди не могут сами ни сойтись, ни разойтись. Если человек сильно настаивает, говорит, я уйду, я уйду. Ну иди, уйди, нет проблем. Посмотрим, что будет дальше. Бога тоже можно разгневать. Пилка под задом, ошел. Потом как ободранный пес. Человек, когда свою волю начинает применять к божественным вещам, он как ободранный пес становится. Нет других вариантов. Мы не можем создать семью, не можем ее разрушить. В этом высшая воля всегда присутствует. Поэтому люди к семье должны относиться с очень большим почтением. Они должны очень глубоко уважать семью и не посягать на нее своим решением. Государство не может сейчас понять, что такое семья. Государство говорит, хотите, разводитесь, хотите, живите вместе. Мне рассказывали, в Америке, в одном из штатов, есть такая машина, два аппарата стоит. Ну где-то в развлекательном месте. Один аппарат реальный, документ дают. Можно два паспорта засунуть, и вам выдают документ. Вы расписаны. Все законно. В этом штате вы расписаны. Все законно. Рядом другой аппарат стоит. Два паспорта засовываете, все, вы разведены. Люди балуются. Там расписались, там развелись. Бред какой-то. Просто бред, понимаете? У нас примерно то же самое. Не думайте, что что-то по-другому. Примерно то же самое. Сегодня расписали, завтра развелись. Некоторые думают, раз это фигня, вообще не будем расписываться, чего мучиться. Мы друг другу слово дали, и все. Проблема не в том, дали слово или нет. Проблема заключается в том, что сами люди в течение жизни не могут сохранить свою семью. Нужна божественная помощь свыше. И поэтому-то люди и расписываются, а еще лучше венчаются. Они клянутся Богу, что они хотят верными быть друг другу, и Он помогает им в их решении. Вот в этом заключается венчание. А не в том, что мы там типа поиграли с Богом и пошли домой. Нет, в этом есть смысл. Нет в человеческой судьбе такой силы, чтобы всегда оставаться верным одному человеку. Наступит время, и семья начнет разваливаться, не без всякого сомнения. И тогда божественная сила может помочь. Что такое верность? Верность — это сила, которая дает возможность человеку получить удачу в личной жизни. Допустим, вы сказали себе, я хочу, чтобы моя семья всегда была. Картинку нарисовали в вашей семье, что это божественная вещь, не ваша. И вы служите своей семье. Означает, что Бог будет предупреждать, когда опасности, когда трудности. В сердце будет возникать понимание, как себя вести. То есть раз мы божественные отношения установили с семьей и с Богом, значит тогда в этом случае вы увидите божественность семьи. Вы это поймете. У вас не будет сомнений в том, что это закон. На практике это все узнается. Какие законы работают, какие нет. На практике. Попробуйте так попрактикуйте. Вы увидите, что действительно это божественное устройство. Муж начнет уважать семью сильнее, вас уважать сильнее. Раскается в том, что было. Начнется нормальная жизнь. Если мы не придаем большого значения семье и думаем, ну я пока не готова. Но жизнь-то идет. Дети рождаются. Я пока не готова. Значит потом будут мучения. Ты сама виновата, ты была не готова. Семья не защищена. Женщина, если у женщины чуть-чуть в сердце есть сомнения, я бы могла бы выйти за другого человека. У ней как бы в голове это сидит такая мысль. И она смотрит на мужа, улыбается, его любит. Но внутри у нее есть сомнения. Все. Это значит, что в нем будет развиваться сила, желание смотреть на других женщин. Потому что мужчина полностью удовлетворен в отношениях с женщиной. Только в том случае, если в ее сердце есть верность. Он смотрит в глаза жены, видит верность и все. И этому ему достаточно, чтобы быть счастливым. И он реально верит в семью, верит в отношения. Это все отражается только в глазах жены. Если в глазах жены есть верность, он готов за эту жену отдать свою жизнь, упахиваться на работе, сражаться и так далее. Все что угодно. Ему главное надо увидеть верность. Если он не видит эту верность, ничего не заставит его отдавать свои силы жене. Ничего не заставит. Ему будет все по барабану. Он будет мучиться, будет в депресснике ходить. Не будет отдавать свое сердце. Святых будет орить просто потому, что надо. И потом, когда он увидит другую девушку, которая ему подходит, он бросит семью и все. Верность это очень большая сила. И отсутствие верности это опасная ситуация. Мужчина тоже должен быть верным. Но верность мужчин в другую природу имеет. Он верен своему слову. Ему очень трудно верить в семье, потому что он не понимает, что это такое. Мужчина психика хорошо понимает, что такое долг перед обществом. Что такое долг перед компанией. Что такое долг перед моей судьбой. Что такое мое развитие. Он реально верит в это. То есть он может отдать себя в этом направлении, как воин, как человек, который побеждает свою судьбу с помощью своих поступков. Но что такое семья, ему трудно понять. Для него семья это жена, которая ему верит. И дети, которые из-за правильного поведения жены ведут себя правильно. Все. Для него, для мужчины, вот это семья. Если он видит, что жена ведет себя неправильно, видит, что дети начинают неправильно в семье себя вести. Он не понимает, что тут у него от семьи осталось. Понимаете? Для мужчины сложнее семью сохранять. Потому что нет рычагов. Все рычаги у женщины в руках находятся. Кто является центром семейной жизни? Думают дети? Только женщина. Дети живут вокруг матери. Муж живет вокруг жены. Все. Когда женщина перестает быть центром, значит все благополучно разваливается. И центром надо быть в своем сердце. А не просто делать вид, что ты хорошая. Надо реально принять всех в свою жизнь. И у женщины есть такая возможность в сердце. У мужчин тоже есть возможность принять свою судьбу. Но у мужчины судьба по-другому выражается. Для него судьба — это победа над своей внешней победой. То есть победы над своей работой. И внутренние победы в духовном плане. То есть победы над своим характером, победы над своей верой и так далее. У мужчин, как бы, психика сюда направлена. А семья для него — это результат победы. Это для него отдых, это наслаждение. Это как бы то, чему он отдает плоды. Допустим, мужчина победил, пришел победителем. Кому им плоды отдавать? Жене, детям. Он им отдает плоды своей славы, своей силы. В этом плане для него семья есть. Если он приходит домой, говорит жене, я победил, жена говорит, да, отстань от меня. И пошла домой. Ну и для кого с этим сражаться тогда? Конечно, высшее понимание вещей, когда мужчина для Бога сражается, но это редкий случай. Жена должна прекрасно, глубоко понимать, что она должна очень глубокие отношения с мужем строить в его делах. То есть она должна принимать его дела, быть соратником в этом и очень глубоко понимать его дела. Если она не может это понимать, значит, она не может быть верной женой. Часть верности означает понимание того, для чего муж живет. Теперь я вам одну вещь скажу, женщина, удивительную. Мой опыт показал, консультируя женщин, что большинство женщин не понимают, для чего муж живет. Они искренне думают, что муж должен жить для семьи, для детей, для нее. В этом заключается глубочайшая иллюзия. Если мужчина начинает жить для семьи, это значит, что он теряет себя. Мужчина только для общества может жить или для Бога. Он не может жить для семьи. Для семьи живет женщина. понимаете или нет идею? Не понимаем. Вот это проблема. Теперь второй вариант. мужчина хочет полного понимания по отношению к себе со стороны жены. Это значит, что она должна полностью посвятить себя моей миссии. Невозможно. Тоже непонимание, потому что миссия женщины – это семья. И никогда мужчина не заставит женщину повернуться к себе полностью и полностью отвернуться от семьи. Все равно на первом месте для женщины будет семейная жизнь, семейные отношения, воспитание детей и так далее. И это закон. Мужчина не может этот закон поменять. Поэтому не надо женщину мучить и переделывать. Надо просто дать ей возможность выполнять свой долг. Мужчине надо выполнять свой долг. И так люди вместе живут. В этом заключается сотрудничество. Женщина обычно перетягивает мужа на себя. Говорит, что для тебя что возне – работа или семья? Мужчина, можно сказать честно – работа. Мужчина спрашивает женщину, что для тебя важнее – я или дети? Сказать честно – дети. И в этом нет ничего удивительного или плохого. Так устроен этот мир. Надо признать это все, принять. Это не заключает взаимопонимание, понимаете? Каждый человек устроен по-своему. Ну что делать? Женщина женскими делами занимается в этом мире, мужчина мужскими. Вместе они сотрудничают. Живут вместе – означает сотрудничают. Что такое верность? Люди должны верить в семью. Означает то, что мы вместе – это проведение Бога. Это не то, что мы там снюхались случайно на вечеринке. Сексом позанимались, родными стали. Нет? Как-то пришел к одному человеку интересному. Не отпечаток пальца снял. А, нет, нет, не отпечаток пальца. Он мне показал 10 кружочков с какими-то рисуночками. Говорит, ткни пальцем. Я ткнул. Напиши свою дату рождения, написал. Напиши свое имя по паспорту, написал. И он мне все рассказал про мою жизнь. Все. Как, когда, чего и почему. У меня просто голос так дыбом встал. Все определено. Реально все уже есть. В Ведах есть удивительное такое мистическое писание. Называется Бригу Самхита, что ли, что-то такое. Был великий такой мудрец, Бригу Муни. И он написал такую мистическую книгу, которую могут читать только мудрые люди. Там не так много листиков, но там есть про всех. И благодаря вот этой информации, которую ты даешь, он начинает листать, листать, смотреть соответствие. И он рассказывает все. И знаете, как он меня поразил чем? Он говорит, ты веришь, что в этой книге про твою жизнь написано? Я говорю, ну так, с трудом. Он говорит, смотри. А я на санскрите понимаю цифры. Он показывает мне цифру. Говорит, смотри. Вот это последнее, что я тебе хочу сказать. Здесь было написано, что ты начнешь получать эту консультацию в 2 часа дня. Я посмотрел на время, 2 часа я начал. Я просто, у меня глаза вот так на лоб полезны. Ничего себе. Понимаете? Что мы здесь делаем? Объясняю, что мы здесь делаем. Мы здесь делаем следующее. Рождение человека свое контролировать не может. Количество богатства контролировать не может. Он не может контролировать дату смерти. Он не может контролировать, когда он женится и на человеке с каким характером. Сколько у него будет детей. Не может контролировать. Но он может контролировать способность быть верным тем людям, с которым живет. Он может с помощью своей благочестия увеличить количество денег. И с помощью своего благочестия может не уменьшить свою жизнь. Однако же, если он не совершает благочестивые поступки, он может прожить меньше. Он может наловать дров и не выполнить свои обязанности. Он может жить еще хуже, чем там предсказано. В этом заключается его возможность. Но человек не может поменять некоторые события в своей жизни. Потому что они предопределены. И женить появляется одним из таких событий. Человек реально может иметь хорошее отношение в своей семейной жизни. Но какой характер будет у жены, он не может ничего сделать с этим. Потому что это тяжелая карма, которая приходит к определению. Однако же, как он будет относиться к своей жене, насколько у них будет много любви, вот в этом есть развитие. Допустим, жена должна иметь такой характер. Это видно в гороскопе. Но, насколько будет много любви, это не видно в гороскопе. Насколько будет много верности, насколько будет правильное отношение с детьми, насколько будет развитие этой семьи, сколько счастья в этой семье будет. Это не определено гороскопом. Это уже то, что называется нашей жизнью. У нас судьба – это дорога. В ней есть холмы большие, горы. Одни люди по этой судьбе ползут носом. Называется жизнь невежести. Каждое маленькое препятствие – большая трагедия. Другие люди на корячках. Называется жизнь страсти. Сильно большое значение придают себе и пытаются своими способами решать проблемы. Жизнь благости означает, что человек смотрит вверх. То есть он смотрит на Бога и идет ногами уже по земле. Духовная жизнь означает, что он летит над судьбой, полностью отдавшись воле, высшей воле. Понимаете? Но судьба остается той же самой. Но дальше он своими поступками создает новую дорогу. Дальше. Эта дорога может подняться вверх также. В результате его правильных поступков он сжигает плохую карму, и его дорога поднимается вверх. Но препятствия все равно остаются примерно такими же. Понимаете? Даже святые люди болеют в этом мире. И момент смерти все равно неизбежен даже для них. Но некоторые святые люди могут оттягивать по Божественной воле свою смерть. Или приближать ее. Но это уже воля Бога. Мы с этим ничего не можем сделать. Самоубийство. Это означает плохая карма. Человек может лишить себя жизни самостоятельно. Но это не значит, что он самостоятельно потом определит, чем ему дальше заниматься. Человек может лишить себя жизни. Но потом он будет за это отвечать. Мы вообще, у нас очень много свободы выбора. Мы очень много глупостей в этой жизни можем сделать. Можем бросить свою жену хоть сейчас. Мы можем бросить свою работу хоть сейчас. Можем переехать в другую страну хоть сейчас. Вопрос заключается в том, что будет дальше. А дальше будет расколбас по полной программе. Понимаете? Вот в чем проблема. И причем не так, как мы думаем. Если человек особо коварные поступки совершает со своей судьбой, то судьба очень хитро с ним поступает. Вот допустим, человек банк взял и ограбил. Что вы думаете, его сразу посадят? Это милость. Чаще всего бывает не так. Судьба ему показывает, что все классно, молодец. Денежки твои никто не видел. Что с ним происходит? Пей, гуляй, веселись. Денег много, могу грабить банки. То есть иллюзия такая в голову приходит человеку, что он реально тут такой властелин, что сколько денег хочешь, только загребет. И дальше он уже намечает следующий банк. Потому что он знает, все нормально, я могу. Результат какой такой жизни? Небо в клеточку и надолго. Почему? Потому что таково наказание. Также человек думает, ну мы тут сильные люди. У меня жена мне полностью подчинена. Я такой крутой. Ну у всех моих друзей телки есть, а у меня нет. Несправедливость какая-то. Завел себе телку. Ну я крутой, жена все равно мне подчинена. Она куда уйдет от меня? Мне денег нет, у меня все деньги. Я ее королю, я тут всех, я гос, я тут бог. У меня должны быть телки. Хорошо? Жизнь тебе покажет, кто бог, а кто не бог. Тебе придется познать истину. Бог ты или не бог. С пидом заболеешь. Бог ты или не бог. А с пидом придется заболеть. Ничего не сделаешь. Или еще что-нибудь такое произойдет. Ну жизнь научит по-любому. Чем круче человек себя ведет, тем круче у него события происходят. Понимаете? Поэтому надо реально понимать, что есть святые вещи. Надо их ценить, уважать и быть честным перед ними. Когда человек честен перед судьбой, судьба честна перед ним. Веда говорится, ровно так, как мы к Богу свои отношения строим, точно так же он относится к нам. Он закалит во всем. Мы признаем его законы, он признает нас в жизни. Это значит, что он будет помогать. Если не признаем, значит он нам устроит. В этом нет никакого сомнения. Но если вы хотите проэкспериментировать, тоже хорошо. Можно попробовать. Не, я серьезно говорю. Есть разные пути, варианты постижения истины. Но надо всегда быть честным перед собой. Эксперимент должен чем-то закончиться. Каким-то пониманием. Итак, верность начинается не с того, что мы просто не изменяем. Верность начинается со взгляда. Она начинается с слова. То есть человек должен понимать, что просто, что он смотрит на других женщин, это уже неверность. Женщина, допустим, завела себе друга на работе, просто с ним общается. Это уже неверность. Понимаете? То есть неверность не начинается с того, что мы в постель легли. Неверность начинается раньше. Надо очень четко понять, что мужчина другом быть не может в жизни. У человека жизни есть подруги. У женщины могут быть подруги в жизни. Или любовники. Одно из двух. Любовники могут быть разными. Одни просто разговаривают с тобой. Другие общаются. С третьими ты отдыхаешь. Это все тонкий секс называется. Это не является чем-то другим. Между женщиной и мужчиной нет дружеских отношений. Есть только отношения любви. Если ты начинаешь дружить с каким-то мужчиной, значит твоя семейная жизнь будет уже трещать. Потому что ты таким образом проявляешь свою неверность по отношению к мужу. Потому что именно муж должен быть другом для женщины, а не кто-то другой. Не то, что с мужем мы занимаемся в постели, а дружим с другим. Это должно быть вместе, понимаете? Два в одном. А не наоборот. Ясная тема? А жалко, да? Как много девушек хороших, в глазковых имен. Записки немножко пообщаем. Вы уже устали, я вас замучил. Как предохраняться в браке от беременности, если уже есть дети? Или надо не иметь близких отношений, если не хочется больше иметь детей? Или надо рожать столько, сколько Бог даст? Серьезно, вы так настроены. Дается ли предохранение грехом? Старайтесь предохраняться по циклу. Если сексом чаще, чем по циклу хочется заниматься, тогда, значит, придется рожать детей. Понимаете, о чем я говорю? Человеку по судьбе разрешено определенное количество половых отношений в месяц. Если он хочет больше, значит, он должен понимать, что это означает, что ему надо зачинать детей. Значит, его половое желание влекомо силой того ребенка, который хочет получить рождение. Я вам говорил уже об этом сегодня, что это регулируется половым влечением. Если мужчина не может сдерживать себя, это значит, что надо зачать ребенка, ему станет легче сдерживать. Вы проверите как раз, посмотрите, как ведическое знание работает. Женщина становится беременной, сразу мужчине легче уже сдерживать себя. Он как бы беременной женщине меньше пристает, естественно, уже возникает такое желание. А если не возникает, значит, нет духовной жизни в этой семье. Значит, в ней не хватает духовного развития. Вся энергия идет вниз. Неправильное представление о счастье. Люди часто думают, что счастье в семье — только секс. Секс — это не счастье. Секс в семье — это не счастье. Он возникает в результате отсутствия счастья. Потому что в семье, если есть настоящие отношения, чистые, глубокие, то секса хочется не совсем немного. Или вообще не хочется. Понимаете, чем больше любви чистой настоящей в семье, тем больше она устраивает, удовлетворяет, и более чистые, возвышенные отношения развиваются. Некоторые люди думают, только секс — это любовь. У нас секс не получается, любви нет. Так почему он не получается-то, господа? Потому что вы уже его замучили, этот секс. Ведь секс можно замучить. Все кончается, понимаете, в жизни. Допустим, мне нравится мед какой-то. Если я каждый день его лопаю, я его могу замучить. Представьте, он перестанет мне нравиться. Это закон. В этом мире все надоедает, и все от всего человек устает. Поэтому надо просто признать, что отношения должны быть более возвышенные. Духовные вещи никогда не надоедают. Материальные надоедают. Секс — это духовная вещь или нет? Нет, это материальная вещь. Поэтому она вот надоедает, и от нее человек устает. Не надо верить в секс. Некоторые люди верят в секс. Секса нет в сё. Ко мне часто люди приходят, говорят, мы несовместимы. Я говорю, в чём дело? У нас секс не получается. Я говорю, почему вы несовместимы? Ну как? Ну секса нет, как жить? Секса нормального нет, как жить? Так вы тогда не знаете, что такое жизнь, господа? Могу вам сказать точно, что жизнь души не означает трение одного куска материи об другой. Душа живёт верностью, любовью, понимаете? Пойдём, пойдём. Ну, пойду. Пойдём. Я надеюсь, что вы все меня заранее за всё простили уже. Я заговариваю. Душа живёт верностью, любовью, чистотой, понимаете? Это главное. Но если не получается, ну надо хоть как-то жить. Поэтому есть секс. Но если люди думают, что это основа семейной жизни, это глубочайшее заблуждение. Они просто не знали, не знают, что такое семейная жизнь. Они счастье отношений никогда не испытывали. Но это же убогость, понимаете? Убогость просто и всё. Надо реально начать жить. Надо учиться понимать друг друга. В отношениях между мужчиной и женщиной заложено столько возвышенностей. Ведь мужчина сразу же, когда видит женщину, что всё он в ней видит? Почему он влюбляется так? В чём причина? Он видит в ней всё самое хорошее. Мужчина может в женщине видеть всё самое хорошее. А женщина может в мужчине видеть всё самое хорошее. Это заложено Богом, понимаете? И поэтому отношения становятся возвышенными. И ради них стоит жить. А когда мы начинаем их опускать до секса и думаем, что это самое главное. Будем мы самое хорошее всё видеть в мужа или нет, или в жене? Нет, конечно. Опошляются отношения. Они становятся очень грубыми. И поэтому в них счастья большого нет. Люди устают друг от друга. И не хотят жить друг с другом. И смотреть друг на друга. Потому что осквернение происходит. Надо реально понять, что главное, что второстепенно. И тогда мы будем воспринимать друг друга правильно. Нужно в ключе. Прошу ответить, почему до развода бывший муж обижал сына и не любил дочь. А после развода сразу начал игнорировать сына 25. За 25 лет его к себе не приглашал. Материально поддерживал дочь. Кто в семье несёт больше ответственности за аборт. Почему муж не любит детей? Много на это может быть причин. Может быть по судьбе просто. Он не может любить детей сильно. У него нет такой психики. Психики не заложено. Это так бывает по карме. Мужчин трудно, допустим, любить детей. Сильно погружён в работу. Такое бывает у мужчин. У женщин редко. В основном у мужчин так бывает. Женщина развивает в мужа любовь к детям. Она показывает, как любить детей. Она является воспитательницей для мужа. Она открывает его сердце. Она показывает ему ребёнка. Говорит, смотри, какое чудо у нас родилось. Он смотрит. Та-да. Ну не врубается, конечно, но пытается, старается как-то. Он говорит, подержи своего сына. Он берёт, ну не врубается, но он старается. Потом постепенно врубится. Почувствует, это мой сын. Женщина это делает. Она своей любовью. Она как бы веру мужу в сердце ребёнка даёт. Женщина это делает. Женщина, если ничего не делает, то что у мужа будет? Ничего не будет. И почему не любишь своего сына? Да не работает у него любилка. У него любилка только на жену работает и всё. Больше ни на кого. Все остальные виды любви мужчина получает через понимание женщины. Потому что женщина, она несёт в себе силу любви. Женщина соткана из любви. Она может любить. Мужчина не может. Женщина должна это понять. Она должна была быть ответственной за любовь в семье. Она должна понять, муж не умеет любить. Его надо научить. Научи своего мужа. Заботься о нём в этом плане. И он начнёт любить. Он как зеркало женщины. Понимаете в этом, да? Ну и что? Ну значит он тем более будет далёк от детей. Не сможет их любить. Он их не понимает, не видит. Не через кого любить. Уже разошлись всё. Другие любят. Другие любят? Другие любят, потому что близко к женщине. Женщина передаёт им своё понимание. Они любят. Святые люди всех любят. Ничего не может женщину любить сильно. Детей тоже может быть любить, если жена его любит. Через любовь к женщине, любовь к детям передаётся. Я могу это легко доказать. Вот смотрите. Женщина не любит мужа. У неё от него ребёнок. Насколько сильная любовь у этого мужчины будет к ребёнку? Как вы думаете? Ну в какой-то степени может будет, как ответственность. Но вот глубокое понимание этого ребёнка точно не будет. Потому что глубокое понимание у мужчины возникает к ребёнку через глаза жены. Когда она смотрит, показывает ребёнка, у неё ребёнка, у мужчины в сердце это ходит. Понимаете? Так это работает всё. Да, когда бывает, есть такой эффект. Когда мужчина что-то теряет, любой человек, он начинает к этому относиться по-другому. Это нормально. Допустим, человек уходит из мира, мы начинаем его по-другому оценивать. Это нормальное явление. Муж теряет, допустим, детей, жена уходит от него или он уходит. Он детей начинает как бы чувствовать разлуку с ними. Это нормально. Но это совсем другое, понимаете? Это скорее ощущение потери, а не любви. Настоящая любовь проявляется без разлуки. В повседневной жизни, когда человек заботится обо всех. Но вы неправильно мыслите. Вы сейчас пытаетесь понять, кто вокруг козёл. И это вас не спасёт в жизни. Потому что козлы найдутся обязательно. Так действует карма. А вы попытаетесь понять, что вы не так сделали. Что люди стали козлами вокруг. Вот что надо попытаться понять. А это очень трудно сделать. Это надо глубокую работу над собой провести. И тогда жизнь, истинная жизнь откроется. Тогда станет легче жить в близких отношениях. Ведь самое главное, это не то, что было, а то, что будет. Понимаете? Ведь проблема не в том, что заключается, что у вас было. Было всё, что угодно. Не имеет значения. Проблема в том, что это будет опять. Вот в чём проблема. Потому что пока человек своё сердце не поменяет, он дальше будет так же жить. Что изменилось? Мы на что-то случайность какую-то надеемся. Думать, нет, у меня потом будет всё хорошо. Я же хорошая. Если бы ты была хорошая, было бы уже всё хорошо. В это время вы думаете, что муж вкладывает любовь к детям в жену? Муж вкладывает любовь к детям в жену. Муж может в результате правильного поведения, в результате того, что он благородный человек, вкладывать любовь к детям в жену. Он будет просто выполнять правильно перед ними свой долг. То есть, понимаете? У мужчины нет энергии любви. Пытайтесь это понять. Он отражает её от женщины. Если бы у мужчины была энергия любви, мужчина бы не парился. Он бы сам с собой сидел, ему хорошо. То есть, ему никто не надо. У него так классно всё в жизни, всё. И когда, допустим, мужчина и женщина друг на друга посмотрели, женщина бы начала ухаживать за мужем, ходила и уходила бы. Мужчина бы такой. Он такой, она гладит его. Ах, как классно. Всё же наоборот. Это мужчина гладит женщину. Он вырабатывает любовь из неё. Погладил? Чувствовал. Есть любовь. Классно. Ещё раз погладил. О, классно. Работает система. Всё. Хочу, чтобы была моей женой. Работает система. Классно всё. Мне понравилось. Так всё происходит. То есть, так же с детьми. У женщины есть энергия любви. Она её передаёт мужу. Охочется по-другому, да? Женщина так смотрит. Почему, гад, такой у неё нет любви? Потому что твоя-то обязанность. И не его. Понимаете, интересно, как в этот мир устроен, что женщины, они очень сильно хотят быть любимыми. Но на самом деле, это иллюзия. В этом мире, женщина, сколько вложит энергии любви близкого человека, настолько она будет любимой. А если она думает, что жизнь по-другому устроена, она очень сильно обломается. В этой жизни ей придётся очень сильно обломаться. Мужчины искренне верят, что надо найти такую женщину, которая, само собой, меня будет уважать. Это иллюзия. Потому что, насколько ты сам уважаемый человек, насколько ты в жизни себя правильно ведёшь, настолько тебя женщина и будет уважать. А то, что она себя играет из себя, вот то, что она тебя уважает, это всё закончится когда-нибудь. Не волнуйтесь. Женщина может хорошо играть в уважение, но рано или поздно он увидит, что это всё не так. Воистину, женщина может по-настоящему глубоко уважать человека, только когда он ведёт себя правильно. Поэтому не надо жить в иллюзиях в этом мире. Мужчины хотят, чтобы женщины их уважали, женщины хотят быть любимыми. Это всё бред. Этого в жизни нет. Есть только одно. Женщина отдаёт любовь и получает назад отражение своей любви, а мужчина отдаёт свою силу и получает в ответ отражение своей силы, то есть уважение, почтение и так далее, как результат отражения силы мужской в женском сердце. Объясните, пожалуйста, какие кармические уроки должна научиться женщина, когда её муж выбрал уход из жизни... Что делать, если дочка дружит и даже живёт с парнем, но не женится? Тоже был. А как? Чё-то я не понял, как так. Почему перемешались? Вы сейчас забыли насчёт аборта? Да. Насчёт аборта я уже говорил на прошлой лекции. Дема больная, не хочу 10 раз одну точку. 17 лет жила с мужем, но не испытывала удовлетворения в сексуальном плане. Родила трёх детей и думала, что так и проживу. Но муж ушёл от меня. Я недавно встретила другого мужчину и поняла, что диагноз холодной и фрегидной не подтвердилась. Но этот мужчина женатый. «Полней так много холостых на улицах Саратова, «Полней так много холостых, а я люблю женатого». Вот так работает карма. Человек должен выбрать. Или фрегидная со своим мужем, или сексуальная активная с чужим. У некоторых женщин так работает карма. Вот им надо выбирать. Это значит, что плохая карма в половой жизни. Такое бывает. Ничего смешного нет. Такое бывает. У мужчин тоже бывает. Со своей женой не получается секс, с чужой получается. Что выбирать? Если у человека не получается секс, значит, он должен выбирать более высокие отношения. Понимаете? Вот что надо выбирать. Надо не быть скупцом. Если ты занимаешься сексом с чужим мужем, это значит, что ты разрушаешь жизнь его жены, накликаешь проклятие на свою судьбу, а также разрушаешь жизнь этого мужчины. Это правда, которую надо признать в своем сердце. Вот и все. Получается у тебя секс или не получается? Не имеет никакого значения. А если у тебя с обезьянкой будет секс получаться? Что с обезьянкой над сексом? Надо хоть какой-то здравый смысл иметь в этом во всем. Понимаете? Все это значит, что на всю жизнь страдания. Для всех. И все эти люди, которые участвуют в этом, должны простить друг друга, принять друг друга. Это неизбежность. Дети означают точка. Человек уже дальше не прощен судьбой. То есть это значит, что будет две семьи, надо обоим помогать. А что делать? Но мужчина должен жить с одной женщиной, он не должен бегать туда-сюда. Не является основанием. Одной семье помогать, с другой жить. Вот и все. Других вариантов нет. Есть мусульманские семьи, там другая песня. Я уже объяснял разницу между мусульманскими женщинами. И литовскими. Руки поднимали, все все помнят. Доктор, можно пару слов о воспитании детей? Что главное, извиняюсь, уже заговариваются, значит. Что главное в воспитании мальчиков отца подолгу не бывает дома, по работе? Знаете, интересно знать, что если муж есть в семье, значит, ребенок воспитывается правильно. Даже если муж не бывает дома, в основном, по работе. Это воздействие идет на тонком плане. Но муж, когда приезжает, он все вставит на свои места, а потом он опять выезжает на работу. Мужчина такое существо, он дома вообще должен бывать мало. По природе по своей. Чем более ценным в обществе является мужчина, тем по судьбе ему меньше приходится бывать дома. И тем больше женщина должна вкладывать в отношении энергии, любви, заботы и так далее. Теперь у меня к вам вопрос. Почему вы, женщины, хотите, чтобы муж бывал дома? В чем причина? Вы хотите наслаждаться мужем? Нет такой причины. Ведь только эта причина, согласитесь. Просто хотите балдеть от него и все. И вот этот вот настрой такой, что муж должен быть дома, заставляет женщину сильно страдать. Вот смотрите, еще муж не пришел домой. Она уже ждет его, чтобы он пришел домой. Представьте, он задержался на 20 минут. Что с женщиной происходит? И он начинает колбасить. Муж приходит усталый с работы. И она говорит, я тебя ждала на 20 минут раньше. И все, начинается скандал. Женщины, попытайтесь адекватно понять, что надо делать. муж приходит домой. Это награда. Когда он придет, это Бог решает. Надо его ждать. В радостном настроении. Любить его. Тогда, когда он пришел. Дома работает, проклятие. Будет тигры за как собаки всю жизнь. Значит, вам придется из дома на время уходить, пока он там работает. Хорошо, когда муж не дома работает. Побыли раздельно, соскучились, встретились, хоть немножко счастья. В командировку уехал, вообще разлука. Я домой приезжаю, жена как первый раз меня видит на 3 дня. Хорошо, счастье. Мужчина, когда вместе долго с женщиной находятся, то начинает углубляться карма тяжелая между ними. Больше скандалов, больше обид. То есть реально становится невыносимо жить. Мужчина должна, женщина, видеться как праздник. Служить друг другу, заботиться. Потом каждый занимает своим делом. Мужчина больше дома, мужчина больше на работе. И это хорошо. Женщина должна считать праздником то, что муж пришел с работы. Тогда он будет почаще приходить. Если женщина обижается, что он опаздывает, ему наоборот будет страшно домой идти, он будет побольше оставаться на работе. Проанализируйте, муж отдыхает дома или нет. Кто должен дома работать? Жена дома работает, муж дома отдыхает. Даже если он что-то делает дома, это для него хобби, а не работа. Это для него отдых. Поэтому надо ему атмосферу отдыха создать. Надо ему молоточек приносить с любовью. Он говорит, один раз стукни и все. Ему понравится, он будет стукать больше. Потому что это отдых для него. Жена любит. Он бьет молоточком, все классно, пилит там что-то, все стругает. Потому что жена любит. Она говорит, молодец, ты столько сегодня сделал. 50 раз больше, чем вчера. Я так благодарна тебе за это. Три гвоздя целых забил. Молодец. Я тебя люблю. Но и так она должна отдохновлять мужа, дома что-то делать. Потому что он же устает на работе. Дома ему надо делать состояние счастья для жены. Но не надо мужчину просить делать женские дела. Это очень опасно. Потому что мужчине это очень тяжело. Допустим, я просто испытываю определенные вещи на себе. Жена как-то меня попросила помочь нарезать капусту. Я думаю, ну что, нарезать капусту, ерунда какая-то. Взял, начал резать капусту. Она говорит, ты знаешь, капусту надо резать очень тонко. Тонко резать. Я реально начал потеть, понимаете. Я говорю, как, еще тоньше, это невозможно просто. Я говорю, я эту капусту изрезал, я устал, как собака. Лег вот так. Страшное дело. Когда мужчина полы моет, он моет по прямой линии. Там прям один, он и все. Там все всякие под этими. Ну, представляете, огибать ножку дивана. Он с ума сойдет просто. Ну что? Психика так не работает. Понимаете? Ногти как мужчина обстригает. Правда? Поэтому что вы от него хотите? Он вот так устроен. Не может домашними делами заниматься. Он что-то может сделать, если жена вдохновит. Надо настраивать себя на день. Лучше всего молиться. Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, всего самого лучшего. Я вам очень благодарен за то, что вы, несмотря на что, пришли и приехали на эти акции. Спасибо вам большое. Всего вам доброго. Спасибо. Потому что он святой человек на самом деле. Такой скромный, но он святой человек. Да нет, никакой ауры у меня нет, никакой не святой. Потому что я через него узнал о ведическом знании. Это было 18 лет назад. И это было в Самаре и здесь. Вот я поэтому сюда приехал. Потому что хватает куда ездить. Нет времени расширять. Невозможно расширять уже места, где читать лекции. Просто уже все завалено. Но мне хотелось просто встретиться с этим человеком, пообщаться с ним. В этом заключается смысл человеческой жизни, любви. То есть, когда между людьми есть любовь, то тогда в этом есть смысл. Когда ее нет, то смысла нет. В этом я как бы считаю смысл человеческой жизни. На самом деле, мы должны понять, что такое любовь к Богу. Но если мы любовь к людям и поймем, до любви к Богу очень далеко. Очень далеко. Нужно, чтобы между людьми была глубокая дружба. Нужно учиться искренне любить людей. Особенно тех, которые заслуживают такой любви. Вам надо его заставить здесь тоже читать лекции. Потому что он скромный человек. Уже давно не в России. Он в России объездил с лекциями. Давно не там уже. Кто из вас у него на лекциях был? Не так много людей. На самом деле, есть что послушать. Поэтому я вам советую. У вас, мне кажется, это национальная особенность. Люди достаточно такие скромные. Деликатные. Не навязываются. Пока их ближе не познашь. Ну, я не знаю, мне так кажется. Я, может быть. Ничего. Чаще будешь приезжать, познашим от нас с хорошим. Скажи, Эля, так про что сегодня у нас разговор? Я не знаю, еще не читал это. Извините, я заплачил. Вот у нас цель любовь и закон. Ты мог. Сколько я понял из твоих лекций, сколько я слушал. Нету Бога в жизни человека, нету любви в жизни. Или это слишком упрощенно? На самом деле, Бог – это большая тайна. Большая тайна в нашей жизни. Если бы все было так просто, мы бы сейчас уже в счастье купались. Почему-то мы не купаемся в нем. Хотя веды объясняют, что Бог – это огромное солнце счастья. Огромное солнце, не как мы, маленькие искорки души, маленькие искорки счастья. Бог – это огромное солнце счастья. И у нас почему-то нет этого ощущения, что мы пропитаны этим солнцем. Так? В этом проблема нашей жизни заключается. В этом проблема. Мое глубокое убеждение заключается в том, что людям не хватает знания. И того знания, которое мы получаем в институтах. И того знания, которое мы получаем в своем жизненном опыте. У нас есть знания, у нас есть опыт жизни. И опыт такой, что мы на самом деле чувствуем, что здесь ничего хорошего нет. Одни проблемы. Таков опыт. Но это не является знанием. Это наше заблуждение. Потому что сама система образования, она не построена таким образом, чтобы человек реально окрылился, чтобы он почувствовал счастье жизни. Потому что веды объясняют, что образование должно исходить от чистых, бескорыстных людей. Оно не должно исходить от тех, кто кто-то от нас, что-то от нас хочет. Потому что передается это сознание человеку. То есть само образование, то есть есть такое понятие веда – вкус к счастью. И этот вкус к счастью лежит в разных слоях. Самый низший вкус к счастью означает, надо жить для себя, надо сделать свою жизнь сильно. Если кто-то мне будет мешать, то ему хана. Это как бы представление жизни. Вкус к счастью – это то, что движет человеком в жизни. То, что является его стержнем судьбы. То есть он живет вот таким образом. Ему кажется, что это и есть то, что надо. Следующий слой жизни – это вкус к счастью, в котором человек считает, что ну какой смысл просто только для себя жить. На самом деле есть моя семья, есть мои друзья. Я живу для нас, для всех. И я не собираюсь ни с кем сражаться. Просто я буду делать все то, что мне помогает и не мешать другим. Правильно. Это состояние сознания называется страсть. Человек думает, что у него все хорошо. Он делает счастливый вид, ходит как бы в красивой одежде. Весь запад пропитан этим состоянием сквозь вкус к счастью. Я про Россию вообще не говорю. Там все в этом спирте бултыхаются. Невежество полнейшее. Вот здесь страсть. Люди в страсти находятся. Все очень красиво прибраны внешне. Все красиво улыбаются. Внутри пустота. Почему? Потому что неправильное представление о счастье. Люди думают, что хорошее положение в обществе, красивая машина, достаточно денег на жизнь. Все это и есть счастье. Но и счастье находится в сердце на самом деле. И чтобы счастье почувствовать, надо сердечные отношения устанавливать. Сердечные отношения ничего общего с «ты мне, я тебе» не имеют. Человек не может свое сердце отдать за какие-то деньги или за работу, понимаете? То есть это некие отношения, в которых человек может счастье почувствовать. Счастье можно почувствовать только в благостных отношениях. Благостные отношения означают, что человек вырывается из этих всех желаний сделать что-то для себя. Он понимает, что это на самом деле пустая трата времени, пустая жизнь. Пустая жизнь. Мы можем видеть счастливых людей в жизни. Они все куда-то, где-то, в каком-то направлении из себя вырвались. Кто-то для всех в состоянии счастья рисует. Кто-то для всех сочиняет стихи. Не для себя, а для всех. Кто-то для всех поет. Такая песня, она всегда видна. Если человек не для себя поет, это приносит им счастье. Любовь есть там, где человек вырвался из своей скорлупы. В этом заключается наша проблема нашей жизни. Но чтобы вырваться из скорлупы, веды говорят, человек не может сам это сделать. Он это может только в том случае, если он видит пример. То есть передача знания о том, как жить, может производиться только от одного человека к другому. Надо видеть пример. Если ты чувствуешь счастье, от кого-то пошло, ты можешь перенять его и потом почувствовать, как поменять свою жизнь, чтобы у тебя такое же было внутри. Понимаете, в этом заключается образование. Образование не означает информацию передавать. Часто семинары устраивают. Вот доска, все пишите. Это то, то, то. Люди записывают в классификации различные. Это умственная платформа. В уме нет любви. Ум это просто копирование мира. Понимаете, люди... Умственная платформа, что это такое мода. Я помню, в Москве пытался ботинки нормальные купить. Лет пять назад. Одни лыжи продают и все. Ботинок нет. Ну то есть мода. Все туфли должны быть длинные. Мода. Ну то есть нет никакого представления, зачем. Просто вот это надо покупать сейчас и все. Безумие какое-то. Счастье не означает формулы мода, копирования. Счастье означает только сердечная деятельность. Деятельность на уровне сердца означает любовь. Любовь не мотивированная вещь. И ее невозможно просто так понять. После каждой лекции ко мне подходят люди. Вот здесь вот. После каждой лекции подходят и говорят. Одни и те же слова. Я несчастен. Мне плохо. Меня подвели. Меня обманули. И так далее. Я сейчас в ведическом центре читал лекцию. После лекции подошли люди, которые уже вроде бы занимаются духовной практикой. И то же самое. Мне плохо. Я болею. И так далее. Страдания человеческие бесконечны. Им нет конца. Они никогда не кончатся. Почему? Потому что люди, которые не понимают, что надо забыть про себя и в состоянии глубокой радости пытаться делать что-то для других, никогда не смогут быть счастливыми. Я буквально несколько минут назад рассказывал историю одного своего знакомого. Он приехал. Монах. Он приехал ко мне лечиться под Краснодар. И он такой рассказывает мне. Говорит, спина что-то совсем схватила. Он духовную литературу распространяет. Вот такой жизнью живет. Говорит, спина. Вот я просто передаю вам его настроение жизни. Чтобы вы поняли. Глаза блестят. Когда в состоянии глубокого счастья человек просто уже забыл, что здесь есть какие-то проблемы. Спина отказала полностью. Спина, говорит, прихватила так, что не могу ходить. Смотрю, все что-то бегают вокруг меня. Заботятся. Думаю, столько проблем. Вместо того, чтобы делом заниматься, людям давать духовное знание, они тут крутятся вокруг меня. Думаю, надо, наверное, помирать пора уже. Наверное, есть, надо заканчивать. Чтобы никого не беспокоить. Просто передаю вам осознание, рассказываю, как этот человек живет. Перестал кушать. День, два, три, четыре, десять дней не ел. Думаю, когда помру, то сколько можно людей мучить. Вот я вам просто рассказываю, как он мыслит. Десять дней прошло, спина прошла, все прошло, короче. Ничего не болит. Никому ничего не сказал. Встал, встал, взял духовную литературу, пошел. Десять дней голодал, пошел. Людям, ну, дум, помирать, ну, как говорили. Значит, рано помирать, все прошло, надо идти людям знания давать. Все, пошел, дальше, пришел, ему говорят, что это будем. Он говорит, ну, давай попробуем. Начал есть потихоньку. Вот и все, это жизнь, понимаете. Я человек постоянно, ну, я болен, что делать, я не работаю. Постоянно меня никто не любит. Дети, кошмар какой-то. Чем занимаются мои дети? Я мое, мне, я мое, мне. Человек в загнутом пространстве находится. Он не может жить. Потому что, когда человек ничего не делает ни для кого, он просто задыхается от своей собственной энергии, понимаете. Энергия любви должна вращаться. А это означает, надо что-то сделать. Надо что-то для кого-то сделать. Я разок в Москве иду, смотрю, идет женщина. Пять собак. Пять собак вокруг. Я посмотрел, продиагностировал, никого нет. Ну, такая судьба, никого нет в жизни. Пять собак, глаза квадратные, счастливая вся. Собаки бегут впереди, она с ними, все. Человек для собак живет, и то хорошо. Счастье, понимаете, она глаза квадратные, счастливые, все. Она бежит с этими собаками. Они туда, они ее в разные стороны взирают, она счастлива. Хоть для собак жить, для кого-то надо жить, понимаете. Невозможно жить для себя. Я, мне плохо, я такое, все. То есть надо что-то делать. Любовь означает постоянное состояние счастья. Постоянно. Человек не может выйти из этого состояния. Он постоянно варится в этом состоянии. Но любовь означает всегда подвиг. Потому что, когда человек просыпается с постели, карма – это такая штука, она заставляет человека в это время оскверниться желанием жить для себя. Человек просыпается заново. Опять надо заново совершать этот подвиг. Надо вставать, идти под душ, ставить перед собой изображение святого человека и начинать молиться, чтобы вырваться из этой дурацкой скорлупы, которая мучает и душит нас. Надо начать настроиться, что я не для себя должен жить. Я должен отдавать себя. То есть на это может потребоваться час-два времени в течение дня. Но когда человек вырывается из этого состояния, первое ощущение – легкость, радость. Все проблемы заканчиваются. В этом состоянии человек реально начинает чувствовать, что он начинает понимать сразу, как все решать. Удивительно. Если у меня есть какая-то проблема, я сажусь, начинаю молиться. Как только я в молитве отстраняюсь от проблемы, начинаю думать о том, чтобы кому-то помочь. В молитве пытаюсь лечить мысли на этого. Всем кланяюсь. Кланяюсь духовному учителю. Вот когда успокаивается сердце, проблема отстраняется от человека. Проходит немножко времени и прямо вот сюда – раз, вот так. Вот так надо здесь поступить. Само приходит, понимаете? Само, само собой. Ничего не надо напрягаться, не надо ничего делать. И точно делаешь так, сто процентов – все нормально. Нам не надо париться ни о чем, понимаете? У нас вот здесь вот истина сама сидит. Человек должен просто отдать себя на всю жизнь. Отдать близким – означает мучиться ради них. Служить близким не означает балдеть рядом с ними, означает мучиться ради них. В этом заключается наше счастье. Надо взять, приготовить для мужа так, чтобы он пальчики облизал. И не надо забыть про эту идею, чтобы он похвалил меня. Забыть, просто думать. Ни в коем случае. Я не хочу, чтобы он меня хвалил. Я не хочу. Потому что, когда человек так поступает, он поступает прямо для Бога. Когда человек для Бога поступает, сразу же счастье приходит в сердце самого. Не надо ни от кого ее ждать. В этом мире никто, ни один человек не сделает нас счастливыми. Здесь все нуждающиеся. Здесь все в нужде находятся. Муж с женой встречаются вместе. Они думают, сейчас… Жена думает, он сейчас мне денег даст. Муж думает, она мне сейчас даст любовь. Китайская изба. Он будет требовать любви у жены, а она будет требовать у него денег. И так они будут мучиться неимоверно. Потому что здесь все хотят счастья. Здесь никто не дающий, все только берущие. Понимаете, в этом проблема нашей жизни. Никто не может нам помочь в этом мире. Все только берущие. Единственный шанс у человека заключается в том, чтобы самому, несмотря ни на что, в полном одиночестве начать отдавать. Отдавать свою любовь, которая на самом деле у нас превратилась в сплошное страдание. У нас от любви почти в сердце ничего не осталось. Она там уже скулит, и она замучилась скулить уже, эта любовь. Она там мучается, пищит в сердце. Почему? Потому что она никому не нужна. И человек от этого гниет в этом мире. Его любовь никому не нужна. Потому что он не знает, как ее отдавать. Человек приходит, допустим, на день рождения. Он поздравил с днем рождения. Все приняли. Он сел. Что дальше? Его любовь никому не нужна. Каждый балдеет по-своему. Все живут в своей тарелке. Понимаете, люди в одиночестве страдают. Даже если они веселятся, они все равно одинокие. Вы сейчас видели мои отношения с этим близким мне человеком. Вы почувствовали это, что у нас есть любовь. Понимаете? Если я скажу это в Америке, что у нас есть любовь. Мне скажут, что вы женаты. Люди совсем с ума сошли уже. Люди с ума, немножко с ума уже сошли в этом плане. Ну все на сексе повязано. Все. Ну секс это означает, что больше делать нечего. Ну то есть когда тоска началась, можно сексом позаниматься. Тоскливо стало жить, ну можно сексом позаниматься. Но в промежутках то надо что-то делать. Ведь секс это всего пять минут. А в течение дня у нас есть 24 часа. И 24 часа этот человек должен быть счастливым. Он не должен страдать. Человек для счастья рожден в этом мире. В счастье означает почувствовать одиночество в том, чтобы всем служить. Это одиночество. В этом нет помощи никакой. Человек должен сам из себя родить свой подвиг. Он должен начать жить для всех ничего не боясь. Это песня, дружище, твоя и моя. Мне ее подарили родные края. Ничего не боясь. Ничего не тая. Разливается песня. Твоя и моя. Песня должна быть сначала твоя, а потом моя. Она не бывает. Разливается песня моя и твоя. Не бывает так. Бывает только наоборот. Человек должен открыть в своем сердце свою песню. Которую ему подарили родные края. Которую подарили люди. Мать подарила. Мать дает любовь ребенку. Она ему отдает ее, потому что так в женщине, в женской душе, в женском сердце просыпается понимание любви. Женщина любит ребенка абсолютно бескорыстно. Отдает ему все. Конечно, есть там корысть, но есть и бескорыстие. Единственное проявление в этом мире настоящей любви – это материнская любовь. Но она просыпается в сердце женщины только по той причине, чтобы ребенок с детства понял, что такое любовь от своей матери. Чтобы он понял, что есть любовь в этом мире. Не все пропитано одной скупостью. Можно отдавать себя, можно жертвовать. Это для ребенка сделано. Но теперь мы должны сами ее родить, понимаете? Мы постоянно ноем и скулим. Это признак того, что нет любви. Да, у человека есть любовь в сердце, он не беспокоится о том, болен он, не болен, есть у него деньги или нет, есть у него квартира или нет. Он просто отдает себя, и он испытывает от этого счастье. Счастье человеку не принадлежит. Нет у нас возможности схватить счастье, понимаете? Проблема заключается в том, что мы беспомощны в этом вопросе абсолютно. Любовь и счастье не мотивированное, не зависящее от нас есть. Мы любовь вещь. Мы любовь не купим. Мы любовь не сможем никак вырвать ни из кого. И даже если мы будем рисоваться, тоже любовь не получим. Любовь выходит только из человека, если он начинает, не имея ее, еще не имея ее в своем сердце, начинает делать шаг в пропасть и просто пытаясь проверить, так это или нет, начинает жить для других. Сначала никакой любви он не чувствует, но у него в сердце появляется ощущение, что это где-нибудь там есть. И это ощущение человек должен подкреплять, а подкрепляется оно только одним способом. Надо постоянно слушать звук тех людей, у которых есть любовь. В ведической культуре этот звуком было пропито на все. Духовно развитые люди были везде. Они давали людям знания, они проводили молитвы, они проводили песнопения и так далее. Все этим звуком духовным люди постоянно подкреплялись ощущением, что вот так жить правильно, что любовь есть, они чувствовали этот чистый вкус. Сейчас его где почувствовать? Телевизор включаешь, что там любовь вы увидите, чистый вкус, бескорыстие, одно трепло и больше ничего там не услышишь. Радио, телевидение, газеты, одно трепло. Ничего, никакого, все бессмысленно. Это не для того, что человек должен жить, не для того все пишется. Это просто зарабатывание денег и все. Это бессмысленная деятельность, которая не приносит никому никакого счастья. Люди просто удовлетворяют свои какие-то животные инстинкты. Они читают о том, кого там убили, кого повесили, кто сам отравился, кто съел чьи половые органы и так далее. Недавно я прочитал в германских новостях. Очень интересная информация. Какой-то дурак съел чьи-то половые органы. И сразу на всю страну это стало известно. А то, что человек какой-то, допустим, дал людям знания, это тишина в студии. Никто такие новости не сообщает. Мы не сообщаем, где у людей сердца открылись, где провели какую-то духовную беседу. Нет новостей, мы не знаем ничего об этом. Есть новости только о всякой ерунге, которая на самом деле в нашей жизни никакого смысла не имеет. Никакого смысла не имеет, потому что она дает только отрицательный опыт, которого у нас и так вот так вот уже. У нас его просто выше крыши этого отрицательного опыта, и мы из-за него просто гнием в этой жизни. Человек должен жить любовью. Я вам вчера сказал, проведите такой эксперимент. Каждому человеку дается в жизни удача. Удача означает первая любовь. Возьмите и вспомните своего близкого человека не сейчас, когда он вас замучил, а вспомните его, когда вы только встретились. Вы вспомните, что Бог вам показал уже его чистоту. Вы уже знаете, какой он бывает хороший. Вы уже знаете в нем самое светлое, самое чистое, самое лучшее, но большинство из нас уже это все забыло. Мы уже забыли это все, мы не помним. Нам Бог показал, с кем ты будешь жить. Потом, когда человек умирает, близкий человек плачет горючими слезами, потому что в момент его смерти он опять вспоминает его чистоту. И он плачет, потому что с этой чистотой он не контактировал всю жизнь. Он прожил 30 лет с этим человеком, и он забыл про его чистоту. Он не контактировал с ней, он просто с ним выяснял отношения, требовал от него любви, мучил его всю жизнь. И потом наступило время, что он помер, ушел в другой мир. И тогда человек опять вспоминает, с чего все началось. И он плачет горючими слезами, и он говорит, прости, я ничего тебе в этой жизни не дал. Неужели вы хотите такой жизни, пустой и бессмысленной? Надо вспомнить ту чистоту, которую мы увидели у близкого человека, поставить изображение, фотографию близкого человека себе ниже святого. И каждый день надо молиться святому человеку о том, чтобы вспомнить о том, в чем заключается чистая любовь, которую этот близкий человек мне подарил, когда мы только встретились. Какая она? Какая она? Надо вспомнить, потому что многие из вас считают, не было никакой любви. Если не было, зачем тогда живете?